Здравствуйте, дорогие друзья! С минуты на минуту у нас начнется трансляция второй лекции Олега Геннадьевича Тарсунова на тему раскрытия своего предназначения. А пока я вам скажу несколько слов. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Они будут очень важны для вас. Меня зовут Олег Михеев. Я руковожу проектом онлайн-обучения в интернете Олега Геннадьевича. Он давно хотел, чтобы люди не просто слушали его лекции, а вовлекались в процесс обсуждения и применения на практике. И где-то летом этого года мы начали воплощать его желания в жизнь. И я хочу пригласить вас на практические занятия по лекциям о раскрытии своего предназначения, которые мы уже на следующей неделе начнем. У нас будут три занятия, три лекции, три занятия, на которых мы с вами будем прорабатывать тот материал, который Олег Геннадьевич давал. В ведах говорится, что усвоение знания проходит через три этапа. Сначала мы слушаем, потом обдумываем и потом применяем. Но очень часто этот процесс у нас заканчивается на том, что в одно ухо влетает и из другого вылетает. У кого-то вправое, у кого-то влевое. Часто вылетает. И для того, чтобы этого не было, Олег Геннадьевич просит после его лекции приходить на эти занятия, где бы обсуждать, применять в жизни. У нас будет... Что будет на этих занятиях? Мгновенное применение услышанного на практике. Ответы на все вопросы, которые у вас возникнут. Общение с квалифицированным опытным ведущим. Это я. Я буду вести эти занятия. И общение с единомышленниками. У нас будет группа ВКонтакте, где вы сможете обрести новых друзей. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется не просто услышать, а еще и жить в соответствии с этим знанием, которое Олег Геннадьевич дает, то найдите ссылку. Она или под видео у вас, если вы смотрите на странице трансляции. Или на видео, если вы смотрите трансляцию уже после ее окончания, смотрите запись на YouTube. Также мы делаем эти трансляции для вас. И если вы хотите как-то выразить нам благодарность, то вы можете сделать пожертвование. Также ссылка находится, поищите, либо под видео, либо на видео. И до встречи на следующей лекции уже завтра, либо на практических занятиях на следующей неделе. Хорошего вам прослушивания этой лекции. Всего доброго. До свидания. И люди вдохновляясь, как делают. Но иногда бывает ситуация, на мой взгляд, когда можно в процессе обдумывания зайти слишком глубоко и найти то, чего там не было изначально. Конечно. Поэтому существуют три источника основные для подтверждения своей истины. Это старшие, есть старшие, есть святые люди, есть наставники, есть святые люди, есть священные писания. Это три источника, с которыми можно свериться, когда ты изучаешь тему. Ну то есть по-другому есть свидетельство, есть опытный человек, есть сообщество людей. Но если говорить о материальной теме, не о духовной. Ну то есть сам человек, когда он обдумывает, он может заблудиться. Это факт. Поэтому нужно советоваться, общаться с людьми. Да. Я этот же вопрос по интернету задавал Бхакти Фигиана Гасвай Махараджу. Мне посчастливилось получить ответ. И он указал, что в ведах есть раздел Пурва Мимамса, который очень хорошо расписывает правила. Но я ко многим людям обращался, в ведическом знании продвинутым, и никто даже не смог ответить, где про это подробнее почитать. Никто вам не ответит, потому что эти тексты вряд ли переведены даже на английский язык. Он на санскрите читает, чтобы вы знали. Давайте это неинтересно для всех. Вы как бы берете узкую тему, которая вот, ну только вам интересна. Вот мужчина на первом ряду. Здравствуйте и добрый вечер. Олег Геннадьевич, почему вот получается... Поближе микрофон, если что. Вот у меня так получается, после утреннего чтения мантры, не хочется заниматься физическими упражнениями. Чтение где-то около часа у меня. Не хочется заниматься. Не хочется. Не хочется. Может быть, вы устаете сильно. Может быть, вам до делать упражнения, чтобы активизировать организм. Усталость может быть причиной. Болевая усталость. Вы выкладываетесь. Может быть, вам отдохнуть просто минут 10 после этого. После молитвы отдых чуть-чуть, а потом физические упражнения. А если сразу вам тяжело, потому что вы устаете. Всегда, когда человек устает, он должен отдыхать. Иначе он не сможет дальше. Спасибо большое. Вы, наверное, выкладываетесь просто сильно. Так, сзади вопросов нет у нас, ни у кого. Ну вот женщина в белой шапочке. Давайте выйдем. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень рада увидеть вас. Вы садитесь туда, у нас это место. Увидеть вас. Расслабьтесь, садитесь, успокойтесь. И задать такой вопрос. Наверное, я задам вопрос, который многих волнует людей. Вот, особенно дедушек и бабушек, которые молодые дедушки и бабушки, у которых есть маленькие внуки. Как можно им, вот нам, бабушкам и дедушкам, прививать вот эти ценности, ведические ценности, правильного поведения жизненного именно с маленьким детям. Как нам правильно поступать в этом случае? Знаете, во-первых, вы должны понять, что ценности есть нравственные. Их надо прививать. Что касается вед, то выбор направления духовного находится в свободе выбора каждого человека. Не надо навязывать никому какие-то учения. Можете пользоваться их знаниями для того, чтобы людям помогать. Но если вы пытаетесь навязывать самоучение какое-то, это неправильно. Каждый человек сам выбирает свой путь в жизни. Тем более, если ваши дети, допустим, не идут этим путем, это будет уже насилие совсем над ребенком. Этому нужно прививать нравственные ценности. Они прививаются разными способами. С помощью беседы, с помощью поступков, игры с ребенком. Но если вам не дают беседовать с этим ребенком или играть, как вы будете прививать? Все зависит от того, какие у вас отношения с вашими детьми. Часто бабушки и дедушки пытаются воспитывать своих внуков, не имея хороших отношений со своими детьми. Это ущербный способ. Как раз дети спокойно относятся к знаниям, но не рвутся заниматься. Вы можете общаться с ребенком, просто рассказывать ему играться с ним. Общение дает знания. Когда вы в игровой форме с ним общаетесь, еще больше знания усваивается, еще глубже. Если вы сложные ситуации создаете жизненные, или они сами создаются, еще глубже знания усваиваются. Если вы сами можете, делайте правильно в жизни все. Ребенок еще лучше это запомнит. Допустим, мне дедушка всегда говорил, никогда не облизывай тарелку. И он это говорил, когда сам облизывал тарелку. В результате я тоже облизываю тарелку всегда. Когда никого нет. Привил ценности. Ну то есть, если человек практически что-то делает, все это сильно передается ребенку. Большое вам спасибо. Ну давайте вот вы, девушка, по-моему, там, не вы, не вы в красном, а вот без шапочки. Перед вами на три льда. Да, 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 да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Сначала хотела выразить вам свою огромную благодарность. Я слушаю ваши лекции уже три года и молюсь, и моя жизнь из дикого стресса просто. Я вышла благодаря вам. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Какие у вас вопросы? Я бы хотела, если можно, задать вопрос. Два года назад мы с мужем пережили тяжелый семейный кризис. Ближе к микрофону. Он уходил из дома. Я все это время молилась. В итоге он вернулся. Как бы сейчас мы ждем еще ребенка. Но я вот сейчас замечаю, несмотря на то, что я молюсь, и многое поняла, в чем я была неправа. Я замечаю, что мы возвращаемся к кризису. Он как бы не в том же объеме, но все-таки. Ну, это все зависит от волн времени. Вот время действует. У вас был сейчас хороший период. Сейчас опять плохое начинается. Он недолго будет. Где-то, может быть, месяца два. Даже не два, наверное, три-четыре. Ну, то есть, понимаете, еще важна удовлетворенность человека. Ваш муж, он, похоже, перерабатывает. Очень сильно. Работает, он устает. И он, когда устает, ему нужна какая-то разгрузка. И эта разгрузка для него, это, может быть, гулять на сторону. У каждого человека свой способ разгрузки. Вот он, когда устает, ему нужно что-то делать, чтобы снять напряжение. Поэтому, если вы сейчас не найдете способ, как снимать напряжение своего, вашего мужа, ну, как-то, может быть, вместе посещать какие-то, там, я не знаю, ну, что-то делать, чтобы он отдыхал. Если вы не найдете способ, то он будет в эту сторону уходить, потому что это его способ снять напряжение психическое. Ну, то есть, это невежество в нашей семье как бы не ушло, если... Если говорить глубоко, да. То есть, это энергия, понимаете, оно не ушло, потому что он же не занимается так же, как вы всем, правда? Ну, он к этому снисходительно даже принято. Он снисходительно относится, это начало уже. Потом он сам начнет заниматься. Но пока он сам не будет работать над собой, опасность разрушения семьи остается, потому что он не снимает себя напряжение. Он устает. Поэтому есть природа, допустим, есть люди, есть Бог. Что сработает, я не знаю. Есть только три способа снимать себя напряжение. Это природа, люди и Бог. Я пытаюсь ему объяснять, но достучаться трудно. Ну, нет, вы ему вот сейчас объясните. Вот вы скажите, я была на лекции, мне сказал Олег Геннадьевич, что если ты не будешь отдыхать, то, значит, может быть печальный результат разрушения нашей семьи. Так же, как было до этого, то же самое может произойти опять. И это от того, что ты устаешь просто. Спасибо вам огромное. Ну, давайте в красном. Вот девушка, она уже две попытки сделала, микрофон захватил. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Я очень хочу знать ваше мнение. Два месяца назад... Может быть, это не слишком хорошо так сильно хотеть? Может быть. Вы, может, не будете даже слушать мой ответ? Буду. Поближе микрофончик. Два месяца назад разбился в автокатастрофе мой сын и мама. Я вот хочу узнать, как жить дальше и почему это произошло. Как вы считаете? Да, серьезно. Ну, как, почему произошло? Вот так жизнь устроена. Нет ли в этом моей какой-то вины? Ну, а какая ваша вина? Просто так действует ваша судьба. Муж был за рулем, мой муж. Ну, что всякое бывает. Человек может разбиваться не по своей вине. Вы-то тут при чем? Просто вы пострадавший. Понятно. Вам надо сейчас не думать о том, в чем ваша вина, а понять, что вы попали в ситуацию, в которой вам надо трудиться сердцем. Вот в такой ситуации человек не должен думать, в чем его вина. Он должен ее переварить. Вот, допустим, я заболел гриппом. И сегодня делаю статические упражнения, чтобы пробить каналы. Когда я дошел до того канала психического, который поразил вирус, у меня пропало желание делать гимнастику. Я почувствовал слабость сильную, как будто накатила какую-то тяжесть, груз. Но я хорошо понимал, что я должен дальше делать это упражнение, чтобы пробить этот канал. Когда он пробился, мне стало легче. Но в тот момент, когда я почувствовал, что мне тяжело, мне не захотелось ничего делать. У нас так устроена психика, что когда мы попадаем под влияние судьбы, мы не трудимся сердцем, а пытаемся найти виноватого. Может, я виноват, и может, кто-то другой виноват. Это, знаете, то же самое, когда кухня грязная. Дело в том, что у меня еще один сын. Молчите. Два ребенка у меня. Молчите. И мне страшно второго. Молчите. Понимаете, когда кухня у меня грязная, я начинаю бегать по квартире и думать, кто виноват. Хотя в этом нет смысла. Кухню все равно же мне мыть. Это моя кухня. Это желание найти виноватого или думать, что делать. Это означает слабость сердца или слабость души. Человек по природе слаб. Ему очень трудно принять тот факт, что пришло время сдавать экзамен и трудиться сердцем. Единственный способ трудиться сердцем – это думать о высшей истине, думать о Боге. Искать помощи у людей, искать помощи у природы. Ходить в лес, общаться с добрыми людьми и ходить в храм. Вот что вы должны делать. Что касается вашего второго ребенка, то это же хорошо, что у вас остался еще один ребенок. Представьте, что если бы у вас вообще никого не осталось. Я просто про карму подумала. Не может быть такого. Нет, почему? Нет, он будет долго жить. У него не будет никаких таких событий. И я выживу. А? И я выживу. А почему вы не должны выжить? Тяжело просто. Тяжело, факт. Но если вы будете думать о Боге, вам станет легче. Тяжело – это означает судьба. Это не означает, что вот такая ситуация, в которой нет выхода. Вы будете замужем опять, понимаете. Просто вы должны понять сначала, что это может быстро произойти, а может медленно. Все зависит от того, насколько сильно вы соединитесь с высшей силой. У вас сейчас батарейка разряжена, нужно ее заряжать. Не нужно искать виновных, почему так произошло. Вот она разряжена, это приводит к депрессии, хроническим заболеваниям, ухудшению вашего самочувствия и так далее. Понимаете? То есть человек не может с разряженной батарейкой жить. Но нам нужно немедленно выходить из этого состояния с помощью активных действий, направленных на восстановление себя. Вот в чем заключается ваша обязанность сейчас. А не в том, чтобы искать, кто виноват, бояться, что будет опять то же самое с остальными. Ничего такого больше не будет. Вы будете жить, ваш ребенок будет жить. Просто вы должны сейчас наполниться силой, которая даст вам возможность восстановиться. Вот в чем заключается... Но это тяжело так мыслить. Хочется плакать, депрессировать и искать виновных. Это вот хочется, то, что хочется. А надо заставить себя идти вперед в жизни. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам. Я что-то не заметил, что вам нужно со мной было поговорить. Плохо ли видно лица? Но ничего, как-то мы проживем. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот у меня такой вопрос. Я с утра желаю всем счастья. Вначале сосредоточиваюсь, да, все хорошо, но периодически мысли у меня улетают куда-то. Ну, я начинаю думать вообще о жизни, о событиях. Вы с кем-то вместе желаете, с кем-то вместе. Да, я включаю вашу запись. Вы, там, три молитвы, вы с залом желаете всем счастья. Вот я вместе с вами. Хорошо. Замечательно. Включаем запись. Повторяйте, я желаю всем счастья. Повторяйте, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Все нормально у вас. Просто вот когда вы доходите до той стадии, когда вы соединяетесь с судьбой, в этот момент вы не знаете, что делать. Не надо забирать микрофон. Дайте, мы еще общаемся. В тот момент, когда вы доходите до соединения с судьбой, со своей, когда память, мы в памяти живем, когда память ваша в молитве соединяется с вашей жизнью, доходит до того, чтобы с жизнью трудиться, в этот момент вы не знаете, что вам делать, потому что у вас нет опыта, понимания. В этот момент нужно понять, что когда человек отдает себя чему-то, тогда он может сжигать память, ну как бы та память, в которой он находится, она очищается от проблем. То есть, когда вы повторяете, я желаю всем счастья, в тот момент, когда память захватывается событиями жизни, вам надо начать кланяться святыне, ну то есть начать служение Богу в этот момент сердцем своим, служить Богу и не думать, стараться. То есть, если вы думаете о служении, тогда вы не думаете о своей жизни. А ваша жизнь, она не уходит никуда, она находится рядом, она вас захватить пытается, а вы думаете о Боге. И в это время ваша жизнь, память о вашей жизни начинает успокаиваться. Чем больше спокойнее она становится, тем легче ее контролировать. В конце концов, вы воспринимаете очень спокойно свою жизнь, смело, и продолжаете думать о Боге. Это означает, что у вас же нет событий, которые бы вас увели с платформы разума. Проблема только в том, что вы, когда повторяете, «Я желаю всем счастья», вы концентрировались на звуке. Это хорошо. В это время разум включается, но когда сердце начало работать, в него входит жизнь ваша. И в этот момент недостаточно слушать тех, кто поет. Нужно самому служить Богу. Иначе вы не удержитесь на платформе разума. Вы будете плавать в памяти, уходить в память. Потому что разум может только служить или спать. Одно из двух. Спасибо. Вот сзади кто-то поднимает руку. Да, вы. Совсем сзади там. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотела бы задать такой вопрос. У меня случился конфликт. В каком плане? То есть я считаю, что я, ну, по крайней мере, стараюсь быть человеком разумным, но не могу понять, вот найти грань между разумом, то есть разум это анализ ситуации, да, то есть какие-то предположения. Нет, это ум. И верой, то есть доверием, как бы, авторитетом. Анализ ситуации это ум. Ну, тогда вот такой вопрос. Разум, он не анализирует, он опирается на факты, думает или анализирует, это ум. А разум, он проверяет, хорошо-плохо, хорошо-плохо, хорошо-плохо. Вот он этим занимается. Он сравнивает, что хорошо, а что такое плохо. Разум. И делает выводы, и верит во что-то. Он заставляет правильно жить, а думает ум. Понятно. Ну, тогда вот я не могу понять. Вот смотрите, мы с вами общались в прошлом году на благости. Я задавала вопрос по поводу переезда в другой город, Санкт-Петербург. Вы мне сказали не ехать. Но у меня уже в голове сложилась вот какая-то ситуация, то есть я вижу плюсы, например, да, там. И вот я не могу этого принять. И мне от этого очень тяжело. То есть такой... Ну, не надо было спрашивать. Нет, просто вы не аргументировали, то есть не объяснили, почему. Я сейчас объясню. Когда вы перед туда... Каждое место, оно несет в себе определенную судьбу. И вы туда, если поедете, у вас будет в деятельности улучшение в жизни, а в личной жизни начнется трещина. Там, ну, депрессивная достаточно энергетика для вас, по крайней мере. Некоторым людям это хорошо, там и такая более интеллектуальная атмосфера. Но для вас там будет депрессняк. И вам в личной жизни, у вас начнется трещина. Вы замужем, нет? Нет. Нет. Вот выйти замуж, там шансов нет для вас. Поэтому я сказал не ехать. Просто не было аргументов, и как бы... Я там уже, то есть у меня там решил вопрос с жильем, то есть я там уже подготовила почву. Ну, съездите. Ну, теперь мне более понятно. Спасибо. Просто есть два способа поверить старшему. Первый способ сделать так, как он сказал. Второй способ попробовать. То есть вы считаете интеллектуальным человеком. Я согласен с этим. Не особо. Просто я вспомнила... И поэтому, потому что вы интеллектуальный человек, вам трудно понять, что есть люди, которые точно могут видеть ситуацию. Я очень в это верю. Я просто почему, как бы, у меня такой конфликт возник. Я вспомнила ваш рассказ из лекции, когда вы говорили, что вам надо было принять решение между Москвой и Краснодаром. И вы тоже уже все спланировали для Москвы, и вам авторитетный человек сказал, что делай то, что должен, но после того, что было то время. Я понял, у вас слишком аналитический ум, он нашел лазейку для себя. Сейчас я ее разобью, эту лазейку. Не надо микрофона давать. Дело в том, что есть две сферы жизни. Одна сфера находится вне твоей судьбы, вовне, а другая внутри. Чтобы принимать решение внутри своей сферы жизни, нужно советоваться со старшими. И тогда кристальное представление о том, как правильно у тебя в голове возникнет. Потому что, когда ты находишься внутри чего-то, ты не можешь размышлять трезво, потому что ты вовлечен в ситуацию. Когда тебе больно, допустим, ты не можешь улыбаться. Понимаете? Ну, то есть ты вовлечен в ситуацию. Поэтому с этой точки зрения принятия решений по поводу моей судьбы правильно делать, советуюсь со старшими. Или приходя в состояние отстранения от своей судьбы. Что непросто. Особенно, когда судьба действует сильно. Что интересно, я вообще как бы... Я пока вам не давал слова. Вот. А когда касается других людей, то это гораздо проще решать вопросы, потому что ты не находишься внутри ситуации. И можешь четко и трезво видеть эту ситуацию и понимать, если у тебя есть такие возможности внутри. Понимаете, я не буду бодаться с вами по поводу того, ехать вам или нет. Мое мнение однозначно, и оно не поменяется. Потому что я не анализирую ситуацию. Вот, допустим, я вижу вот девушку в светлых одеждах передо мной. Нет смысла сейчас анализировать светлых, не светлых, светлых, не светлых. Я вижу, что она в светлых. Зачем мне проводить анализ, в каких она одеждах? Это безумие. Точно так же можно видеть ситуацию в жизни человека. Как его одежду. Чтоб вы знали просто. Все понятно. Вот. И если я вижу ситуацию в вашей жизни, зачем мне дальше с вами бодаться? Вы просто, у вас есть два варианта. Или вы делаете, как я говорю, или не делаете. И все. И то, и другое хорошо. Просто лучше, самый лучший вариант, это съездить на два месяца. Если вы почувствуете там холод в личной жизни, тяжело, как будто что-то, ну, одиночество такое, нет отношений, значит, я был прав. А если там отношений море будет, значит, я не прав. Вот и все. Спасибо. Просто вы там будете погружены, погружаться в деятельность очень сильно. В деятельность. И у вас не будет личной жизни. Вот и все. Что является для женщины неблагоприятным. Здесь у вас есть личная жизнь, есть отношения. У вас даже какой-то человек здесь есть, да? Нет, свободно. Ну, недавно был кто-то, да? Нет. Собственно, я... Ну, значит, скоро будет. Я чувствую, связь какая-то есть у вас. Надо оставаться, кто-то появится здесь, человек какой-то. Знаете, мои хорошие, есть вопросы, связанные с пониманием вещей. Их могут задавать любые, ну, все, кто хочет. А если вопрос касается конкретно событий судьбы, ну, что мне делать, то можно задавать эти вопросы старшему, если ты реально чувствуешь, что ты готов принять все, что он скажет. Иначе нет смысла вообще этого задавать, эти вопросы. Потому что вопросы судьбы всегда имеют болезненную природу. Ну, то есть, что мне делать, так или не так? Так, допустим, давайте это касается всех, поэтому я сейчас немножко подискутирую, поговорю с вами на эту тему. Вот, допустим, я сильно хочу купить квартиру. У меня сильное желание. Классная квартира, в хорошем месте, недорого. Покупать надо быстрее. Там говорят быстрее. Покупай, а то уйдет. И у меня горит в сердце. В сердце горит. Это благоприятно или нет? Нет. Потому что там, где горит, там действует плохая судьба. Веда объясняет, что когда человек спокоен в отношении к чему-то, он думает, надо купить квартиру. Вот есть такой вариант. У него спокойно в сердце. Это значит, что действует хорошая судьба. Если его трясет, ему хочется что-то быстрее. Это значит, что действует плохая судьба. Но логика, материальная логика, она может быть противоположной. Она вновь говорит, ну что тут за плохая судьба. Отличный вариант. Все классно. Все нормально. Понимаете? Но если тебя сильно тянет туда, если у тебя же горит внутри в сердце, это неблагоприятно. Или девушка, допустим, хочет выйти замуж. Ее сильно тянет, ее трясет. Быстрее, быстрее. Это неблагоприятно. Говорила мама мне про любовь обманную. Напрасно тратила слова. Затыкала уши я, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с колюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Ну и сильное желание указывает на плохую судьбу всегда. Вот видите, у вас очень сильное желание. Я вам говорю, не надо, уже второй год ехать. Целый год за следующий год я, когда приеду в Барнаул, мне скажут, Олег Геннадьевич, два года подряд. Вы мне говорите, не ехать в Питер. А я хочу. Ну съездите, поживите там пару месяцев. Посмотрите, как будет разворачиваться. Если холод в личной жизни пойдет, значит назад ездите. Но лучше через полгодика только. Потому что сейчас, в ближайшее время, вы с кем-то должны познакомиться. Там невозможно. В Питере невозможно просто. Это, кстати, у женщин частая такая песня, что их сильно тянет в деятельность, в творчество, в деятельность, сильно тянет куда-то в другую страну, допустим. И очень часто, особенно когда женщин тянет на запад и на восток, а на запад, когда тянет на восток, это увеличивается личная жизнь, возможность личной жизни увеличивается, а в деятельности уменьшается. А когда тянет на запад, то увеличивается возможность деятельности, а в личной жизни уменьшается. Особенно это касается женщин. Я не говорю сейчас общие правила какие-то, но это очень часто так бывает, что когда тянет куда-то на запад, то в этом есть опасность одиночества. Поднимите руку, кто уже съездил на запад, пожил в одиночестве и вернулся назад. Есть такие? Вот, пожалуйста, вам. Примеры. Восточному человеку на западе невыносимо жить. Там пустота для него, пустая жизнь. Нет счастья, нет отношений. Просто работа и все. Там другое мышление. Там хорошие люди, все нормально, просто они другие. Поэтому восточные люди должны на востоке жить, западные на западе. Если западный человек на восток приезжает, у него улучшаются отношения, но работы меньше становится. Все наоборот. Дальше вопросы, пока люди собираются. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Не, не так, я буду сам спрашивать. Вот девушка. Благодарю. Ну, а недавно она мне сказала такую интересную вещь. Мама говорит, ты знаешь, мне вообще ничего не интересно. И у меня такое впечатление, что я зря живу. Лучше бы Бог дал жизнь другому человеку, чтобы он использовал ее правильно. А я просто ее неправильно проживаю. Ну, она разумная очень, видите, она. Ее надо в храм водить. Ходит? Ну, со мной когда, да. Ну, у нее сейчас тяжелый период. Она не учится, потому что ей тяжело просто. На нее влияют плохо планеты. Ей тяжело сосредоточиться, устает сильно она там. Ей тяжело жить. Сейчас ей надо заниматься. Спортом, двигаться больше. Как-то выживать нужно. Такой период еще продлится у нее около года. Потом ей станет легче. И вообще она никогда не будет склонна к такой сильно интеллектуальной учебе. Ей надо замуж выйти и заботиться о детях, о муже. И молиться. Вот ее как бы предназначение жить. Да. Вот как мне помочь зарядить ей батарейку? Потому что она сопротивляется. Оттаскивать на улицу ее, пытаться гулять с ней, бегать. Ну, что-то делать. Ну, если она сопротивляется, значит, вы насилие совершаете над ней. Значит, вы привязаны к ней сильно. Есть такое. Если я буду сильно к вам привязан, вы не услышите моих ответов. Я буду... Я буду... Сейчас, подожди, я сейчас еще вам... Еще скажу, подожди. Еще. Нет, все, Олег Геннадьевич, достаточно. Вот. Понимаете? То есть привязанность означает, что я насилие совершаю над вами. Я должен... Доброе отношение означает давать свободу выбора. Надо осоветовать и давать человеку ошибаться возможность. С близкими это тяжело очень так сделать, потому что мы все равно привязаны к близким людям. Нам тяжело принять, что они будут ошибаться. Но ваша дочь сейчас находится в тяжелой ситуации жизни. Она... Ее воля обесточена. Она в безволии находится. Поэтому в этих ситуациях человека надо вдохновлять. Нужно его помещать в атмосферу, где вдохновение есть, и самому вдохновлять. Вытаскивать его на зарядку. Ну, то есть нужно действовать так, чтобы человек получал силы. Откуда-то. А силы можно получать от событий, от каких-то действий, которые вдохновляют. Это не значит в парк водить, где там карусели. Нет. Может в храм или на какие-то лекции там съездить на какой-то фестиваль духовный. Это вдохновение дает. Святые места съездить. Пытаюсь, чтобы она слушала лекции со мной. Если она не слушается, значит вы сильно привязаны к ней. Вы живете ее счастьем. У женщины есть склонность жить не своим счастьем, а счастьем близких людей. Сильно хотеть, чтобы они были счастливы. Это означает, что вы не даете им жить самим. Когда так происходит, то обычно мать не слушают дети. Если она пытается жить их жизнью, слишком сильно погружена в их жизнь. Это означает привязанность. Дети будут сопротивляться, потому что вы ей не даете жить. Не даете ей свободу выбора. Но она мне так и говорит. Ну, теперь я вам так же говорю. Спасибо большое. Спасибо. Так, а кто там хотел сказать-то? Кто микрофон взял, встал, уже начал говорить, кто там? Это я. Здравствуйте. Не, мужчина же был, нет? Нет. Нет? А где вы? Я вот, сзади. Я вот. А где конкретно? Справа, слева? Слева. Слева. Для вас слева. А, все, все, вижу. У меня такой вопрос. Вот как грамотно, не знаю, даже, наверное, не бороться, а жить со своими ожиданиями? То есть, вот есть такое чувство, что постоянно, ну не постоянно, но часто такое бывает, что ожидаешь чего-то от близкого человека. Но, допустим, этого не происходит. Ну, не так, как я хочу. Да, я понимаю, что это эгоизм, да, это мешает мне жить, я это реально понимаю. Но вот эти чувства, они постоянно возникают. Как с этим жить? Ну, все вы правильно сказали. Если ты ждешь счастья, а не трудишься над ним, значит, будешь страдать. То есть, нужно вот понять, чего ты ждешь, и понять, как ты можешь действовать в этом направлении. Ну, хорошо, я вам сейчас расскажу. Вот. Все женщины ленивые, им тяжело вставать с постели. У меня жене тяжело вставать с постели, она из-за этого болеет иногда. И когда я подхожу, ее бужу, она говорит, ты совершаешь надо мной насилие. Это идет из привязанности. Вот. Я все равно спать буду. Я говорю, хорошо, я понял. Вот. Не бужу, болеет. Говорит, ты что меня не будешь? Потом, я болею из-за этого. Когда бужу, говорит, насилие совершаю. Ну, я начал думать, что делать. Я... Что делаю? Я подхожу, сажусь рядом с ней, когда она спит, раннее утро. И ничего не делаю. Сижу просто. Потом говорю, успокаиваюсь, думаю вот о том, что я как бы не хочу какое-то насилие совершать. Хочу, чтобы человеку было лучше. И говорю, солнце уже восходит, пора вставать. Ну, как будто сам себе. И ухожу. И она встает после этого. Она полежит немножко и встает. Понимаете, почему так происходит? Потому что мое усилие, оно имеет добрую природу, ненавязчивую. И это вызывает вдохновение в сердце у человека. Особенно касается женщины, то усилие мужчины по отношению к ней должно быть мягким, очень ненавязчивым. То же самое к мужчине, можно сказать. Но когда человек сильно хочет результата, это значит, что он хочет наслаждаться счастьем от этого поступка. Надо помолиться, чтобы сильное желание результата пропало. Нужно быть удовлетворенным внутри себя. Не нужно пытаться быть счастливым от поступков близких. Это касается всех людей. Главная причина страдания была озвучена сейчас. Мы страдаем от того, что мы хотим счастья от близких людей. А надо учиться быть самодостаточным человеком. Надо быть счастливым уже внутри себя и служить близким, не обращая внимания на их недостатки. Я, конечно, говорю так, но у меня тоже есть желания, ожидания какие-то от близких. Я пытаюсь молиться, чтобы они стали меньше. Ну, то есть это общая причина страданий каждого человека. Мы хотим быть счастливыми, это заложено в нас. Но это также приводит к насилию. Спасибо. Вы поняли, что делать, нет? Да, поняла. Что? Ну, молиться. Для чего? Для того, чтобы эти ожидания были слабше. Нет, надо успокоиться просто, надо стать независимым. То есть ожидания остаются, потому что такова жизнь. У нас есть какие-то ожидания. Надо быть счастливой самой. Да, надо стать счастливой самой, да. И тогда ваше ожидание к ней примет спокойную природу, ненасилие, ненавязчивую, спокойную природу, в которой, как ни странно, чудо, произойдет чудо. Вы сможете говорить спокойно об этом, полушутку, не сильно навязчиво и немного, просто иногда. И тогда будет восприниматься человеком это. Спасибо. Это сложная тема. Надо всем это понять. Сложная тема. Не подводите пока что итога Самая светлая наша дорога Все еще впереди Все еще впереди Горе забудется, чудо свершится Сбудется то, что покуда лишь снится Все еще впереди Все еще впереди Видите, у нас вот это есть Желание, чтобы все было хорошо Горе забудется Счастье придет То есть мы хотим счастья Это неизбежно, это нормально Но надо понять, что Вот это желание, чтобы пришло счастье Оно имеет ядовитую природу Само по себе Потому что оно разрушает волю человека Когда человек живет в будущем То даже действие направлений будущего Оно приносит страдания Например, если я еду на работу В трамвае, хочу быстрее приехать Это значит, что моя жизнь в трамвае Она лишена смысла Я там не живу, а просто жду Потом я приехал на работу Жду, когда закончится работа Чтобы домой быстрее приехать Моя работа лишена смысла Просто жду Или я жду, когда я накоплю деньги Чтобы купить квартиру Все это время, пока я ждал Нет смысла жить Нет жизни Проанализируйте Опустите руку Вы сейчас ждете вопроса Это значит, что вы меня Не слышите А я как раз об этом и говорю Не ждите Живите сейчас Для этого нужно совершить усилия над собой Итак, видите Одни люди получают очень сильный удар в жизни Как вот девушка, которая вставала Погибли близкие люди Вчера то же самое было Тоже другая девушка вставала Тоже погибли близкие люди И она думает о прошлом Живет в прошлом Когда человек живет прошлым То он Разрушает свою жизнь Он Свою жизнь приводит к нулю Когда человек живет прошлым То он фактически Убивает себя Уничтожает Это состояние называется Депрессия То есть Разрушается организм Человек становится больным Запускается механизм Самоуничтожения У нас у всех есть склонность К такому состоянию Жить в прошлом Эта склонность приводит к лене Апатии Например, человеку из-за этой склонности Трудно вставать с постели с утра Потому что он Не может жить настоящим Он все еще хочет спать Это означает, что он живет в прошлом Мне здесь хорошо в постели Еще немного посплю Еще немного посплю То есть он Уже пора вставать Уже постель закончилась Все Но ты хочешь еще И счастье бывает Люди живут в прошлом И счастье Они вспоминают Счастье прошлого Вот Я так хочу Чтобы лето не кончалось Чтоб оно повсюду мчалось За мною след Ну уже лето заканчивается Все Надо жить настоящим Или от страданий Человек живет в прошлом Он страдает Он вспоминает Как хорошо было В прошлом Вот Но Жить в прошлом Означает убивать свою жизнь Есть люди Которые сильно хотят Чего-то в жизни У них есть сильное желание Это сильное желание Заставляет еще Их настроиться в будущее Все еще впереди В результате Человек уходит от настоящего От своей жизни И сильно напрягается Люди, которые живут в прошлом Они в депрессии находятся Теряют волю Люди, которые живут в будущем Их воля становится Очень напряженной И изнашивается быстро Когда воля изнашивается Волевые силы Невозможно потратить На самосовершенствование Человек, который живет Только тем, что надо Отработать смену И уйти домой Когда он В будущее Переносит свою жизнь На работе Придя домой У него нет сил Даже что-то сделать Или сказать близким людям Он так сильно устает Когда человек Переносит себя в будущее То счастье в настоящем Получить невозможно В результате Он ждет счастья в будущем Все время И счастье не приходит Поэтому Такой человек Страдает все время И даже он смотрит Фильмы В которых Также счастье в будущем Эти фильмы Все имеют Одно и то же содержание События происходят Очень быстро Надо куда-то бежать Кого-то стрелять И в конце концов Должно Процессойти так Что ты выживаешь И когда человек Досмотрел Такой фильм У него Только одно чувство Возникает Ну слава Богу И все В это время Он порцию счастья Получает То же самое Происходит Когда человек Приходит домой То же самое Когда он Садится в трамвай То же самое Когда он Приходит на работу То же самое Когда он Начинает идти С работы В эти моменты Он получает Порцию счастья Наконец-то Слава Богу Но в следующей Секунду Он думает Скорей бы Доехать Домой Скорей бы Отработать И так далее Понимаете Да о чем я говорю У нас есть Два эпизода Жизни В жизни В нашей Два эпизода Жизни Один эпизод Называется Труд Или аскеза А другой эпизод Называется Отдых Или расслабление Когда человек Не может Принять труд Или аскезу Как радость Как свое счастье Он не может Принять Он так же Не сможет И отдохнуть Потому что Во время отдыха Он так же Ждет Чего то еще Другими словами Если человек Не живет Самодостаточной Жизнью Он не переключается На служение Другим Он всегда Будет страдать Самодостаточная Жизнь Означает Заставить себя Перестать думать О себе Заставить себя Мужчина О себе Когда думает Он в какое состояние Входит Он входит в состояние У меня ничего Не получается У меня ничего Не получается Скорей бы У меня получилось А вот если Я буду таким Мне будет легче Вот женщина Когда думает О себе Она думает У меня все Плохо в жизни Я хочу Вот такую жизнь И все Вот эти мечты Мужчина мечтает О совершенстве Женщина мечтает О счастье О любви Все эти мечты Означают Пустая Трата времени Человек должен Заставить себя Переключиться В настоящее Жизнь в настоящем Это жизнь в служении Допустим Вчера Ребята из клуба Благость Сделали Шарики Для того Чтобы вы были счастливы Они Потратили Кучу денег Своих Делали эти шарики Долгое время Заворачивали их В пакетики На которые Тоже они Деньги потратили Только для того Чтобы вы Были счастливы И все Странно Зачем они это делают Но Поклопать Недостаточно Не то что От вас что-то требуется Типа мы Поклопали Все Шарики съед И мы Поклопали Все нормально Свое отработали Это непростые шарики Это шарики Которые Призывают Жить точно так же Потому что По другому Счастья не бывает Когда человек Отдает себя Он что-то делает Для других Его жизнь Наполняется Большим Ярким Яркими красками Очень Но если человек Не Преодолевает Этот рубеж То Он Не сможет Победить Судьбу Не сможет Поэтому Есть три Состояния Жизни Одно Состояние Жизни Называется Состояние Отвращения Неприязни Как всем Если глубоко Покопнуть Это что за состояние Это Жизнь В невежестве Или Жизнь В прошлом Понимаете Это слой Людей Которые Ничем Недовольны Ходят Постоянно Ворчат Им плохо Все время Их сознание Находится В прошлом Это неудачники Этим людям Не надо задавать вопрос Каково Мое предназначение Чтобы найти Своё предназначение Надо перейти В настоящее время Счастье Сейчас Означает Сейчас Тие Означает Существование Древнерусского Древнерусские Знали люди Что Счастье Означает Жить сейчас Ни завтра Ни в прошлом Целый слой Людей Живёт В прошлом Даже песни Невежественные Песни Вот эти Блатные Они все Поются В Таком Настроении Скорби Или Как бы Печали Такой А белый лебедь На пруду Роняет Павшую Звезду На том Пруду Куда тебя Я Приведу Понимаете Ну то есть Все эти песни Невежественные Блатные Они все Вот С такой Червоточинкой Поются Того Что все В принципе Плохо Все плохо Потому что Все в прошлом Понимаете Все в прошлом Потому что Ты потерял себя Ты перестал Жить Служением Других Слишком много Думаешь о себе Когда человек В эгоизм Падает Очень сильный Он не может Жить настоящим Вот Это конечно же Может красиво Быть Вот допустим Есть такая Красивая песня Красивая песня Но она Означает Что человек Не может Служить Он находится В прошлом Времени Он живет Прошлым Потому что Он что-то Потерял Одна стою я У околицы В руках Платочек Теребяк За речкой Тихо Плачет Горлица И мне Так плохо Без тебя Мой Милый Добрый Нежный Пасечник Зачем Ты пьешь Нектар С другой Знать Первоцветия Наши Праздники Позрастут Полын Травой Горький Мед Запретная Забава Горький Мед Надежд Моих Отрава Горький Мед Все Пройдет Надежд Моих Отрава Видите В этом В этой фразе Замыкается Круг Есть жизнь Невежеств И есть жизнь Страсти Одна жизнь В прошлом Другая В будущем Смотрите Надежд Моих Это будущее Отрава Прошлое Так Если бы Допустим Я не сильно Рассчитывала На пасечника Просто с ним Встрещалась Происняла отношения Пыталась понять Что за человек Достаточно Нравственный Чтобы Отношения Продолжать Или он Может меня Бросить Что за человек Какой человек Если я Не сильно Погружаюсь В ожидания А просто Пытаюсь понять Как действует Судьба Тогда Надежд Моих Отравы Не будет Потому что Всегда Когда человек Сильно Будущее Устремляется И это Значит Что качели Качнутся Куда Потом Прошлое Понятно Да Система Чем ближе Мы живем К настоящему Чем больше Мы погружены В служение В желание Отдавать А не приобретать Тем сильнее Действует Разум Тем Способнее Больше Способен Человек Понять Что ему Делать Жизни Ожидание Разрушает Это Понимание Например Если Человек Хочет Денег От Своей Работы Понять Чем Заниматься Невозможно Потому что Деньги Будут Диктовать Ситуацию Иногда Это Вынужденно Бывает Но Иногда Человек Даже Понимает Чем Заниматься Но Деньги Заставляют Заниматься Чем-то Другим Приведу Пример Меня Как-то В Краснодаре Провожал На аэропорт Когда еще Там не жил Один человек И мы С ним Беседовали В машине Он Рассказал Про свою Жизнь Он Говорил О том Что Он Был Очень Хорошим Преподавателем Ему Нравилось Воспитывать Детей Он Был Счастлив Но Когда Наступила Перестройка Там Кризис 90-х Годов Преподаватели Стали Получать Очень Мало Денег Он Не Смог Прокормить Семью В результате Он Начал Делать Шубы Такой Восточный Бизнес Восточный Человек То есть Начал Делать Шубы Дубленки Продавать И Начал Как-то Выживать И Я Спросил А вот Какое Ваше Желание Он Говорит Мое Желание Так Наладить Бизнес Чтобы Потом Пойти Опять И Учить Людей Детей Ну то есть Он Знает Что с этого Он денег Не заработает Но Он Хочет Заниматься Своим Делом Обычно Обычно Когда Человек Видит Где-то Деньги То Он Не может При этом Заниматься Своим Делом Потому Что Есть Две Схемы Вообще Развития Событий В жизни Первая Схема Это Касается Также Любви Также Любви Я Потом Объясню Попозже Смотрите Первая Схема Я Хочу Денег И Обучаюсь Тому Туда Направляю Себя Туда Где Больше Денег То есть Сначала Сладкий Вкус Потом Будет Горький Это Называется Жизнь Страсти Когда Человек Живет Страсти Сначала Сладкий Вкус Много Денег Потом Горький Устал Надоело Все Не могу Больше Так Жить И так Далее Когда Человек Живет В Благости Сначала Горький Вкус Потому Что Благостная Деятельность Не Подразумевает Что Я Буду Зарабатывать Много Денег То есть Другими Словами Есть Деятельность Которая Мне Нравится Но Там Обычно Денег Нет Когда Человеку Что-то Нравится Делать То Сначала Он Становится Хорошим Специалистом А Потом Приходят Деньги То Нужно Время И Это Время Все Это Время Он Не Страдает Он Просто Занимается Любым Делом Но При Этом У Него Аскетичная Жизнь Нет Большого Достатка Но В Этой Любимой Деятельности Он Развивается Как Личность Его Разум Становится Очень Сильным И В результате Он Там Начинает Понимать Как Ему Изменить Свою Деятельность Чтобы Это Также Давало Деньги Потому Что Человек Действуя В Любви Развивается Как Личность А Развитая Личность Не Может Быть Нищей Теперь Другой Вариант Смотрите Я Стремлюсь Деньгам Означает Я Работаю Очень Тяжело Чтобы Больше Денег Надо Больше Работать Все Это Знают Когда Сколько Бо Денег Он Не Получал Не Имеет Значения Он Может Миллионы Рублей Получать Он Все Равно Будет Себя Заковывать В Обстоятельства В Которых У Него Будут Большие Желания Большие Вложения И Очень Мало Времени Понимаете Как Вот Это Желание Денег Оно Всегда Вводит Человека В Такое Состояние Он Хочет Больше Иметь Ввязывает Себя В ту Деятельность Которая Не Оставляет Времени На Отдых Не На Семью Не На Жену Не На Детей Не На Здоровье Не На Поесть Нормально И Такой Человек Он Постоянно В Напряжении Потому Что Он Хочет Еще Больше Денег И Еще Больше Возможностей В Жизни Понимаете Жизнь ради Денег И Возможностей Человек Становится Как Натянутая Струна Он Не Может Нормально Жить В результате У него Есть Четыре Стадии Развития Событий Первая Стадия Мне Интересна Вторая Стадия Устаю Третья Стадия Ломаюсь И Четвертая Стадия Пропади Все Пропадом Понимаете Да На Стадии Ломаюсь Он Может Заболеть Тяжело Если Не Пропади Все Пропадом Значит Тогда Тяжелое Заболевание Надлом Тогда Происходит Теперь Сразу Возникает Вопрос А можно Жили Быть Успешным Богатым И При Этом Не Париться Один Серьезный Такой Начальник Спросил Меня Когда Мы На Эту Тему Беседовали На Тему Занятости И Отношение К себе Он Меня Спросил Как Ты Думаешь Что Лежит На Столе У Хорошего Руководителя Я Говорю Ну Там Ручка Блокнот Он Говорит Нет Я Говорю Почему Он Говорит Ну Зачем Есть У Подчиненных Ручка И Оказывается Потом Оказалось Ноги На Столе У него Лежат Хорошо Руководитель Мне Сложно Было Догадаться Ну То есть Другими Словами Человек Который Живет Настоящим Он Может Быть Так Ж Успешным Но Для Этого Ему Надо Понять Что Успех Не Означает Быстрее И Больше Сделать Успех Означает Быть Трезвым Остаться Самим Собой Трезвый Человек Разумный Человек Мыслит Очень Глубоко Спокойно И он Способен Принимать Правильные Решения Потому Что Не Больше Мыслей Дают Хороший Результат А Правильные Мысли Дают Хороший Результат Разум Действует Только В спокойной Среде Или Только В настоящем Времени Поэтому Главная Задача Жизни Человека Это Остаться В настоящем Времени Если Он Переходит В будущее Он Уже Теряет Разум А тем Более Если Он Ломается Опять Теряет Разум Смотрите Хороший Руководитель Он Сидит Много Людей Высказывается Его Задача Остаться В настоящем Времени Потому Что Каждое Высказание Заставляет Привязаться К этому Быстрее Принять Решение Но Хороший Руководитель Не Привязывается Никому Из Подчиненных Не То Что Он Им Не Доверяет Просто Он Хочет Остаться В настоящем Он Хочет Быть Счастливым Он Просто Слушает Всех Кивает Головой И Если Он В конце Вот Этой Беседы Всех Высказываний Он Не Привязывается Ни К одному Из Мнений У него Создается Абсолютно Правильная Четкая Картина Как Действовать Она Очень Твердая Правильная И Спокойная Такой Человек Не Совершая Много Усилий Принимает Всегда Правильные Решения И Каждый Человек Руководитель Женщина Руководитель Своих Детей Мужчина Руководитель Своей Семьи Ребенок Руководитель Своей Судьбы Каждый Человек Руководитель В чем То Если Мы Бежим Суетимся Или Скорбим Это Значит Что Мы Не Хотим Жить У Нас Нет Желания Жить Жить Означает Трудиться Сердцем Трудиться Сердцем Прямо Сейчас Заставить Себя Трудиться Означает Не страдать А принять Трудность Допустим Я подхожу К своей Двери Вижу Там Собачка Соседская Навалила Кучу Есть Три Варианта Невежественный Вариант Ругаться На Соседей Страстный Вариант Это Суетиться Что-то там Быстрее Там Вызвать Милицию Еще Что-то Там А благостный Вариант Просто Успокоиться Или Быстрее Убрать Кучку Страстный Вариант Благостный Вариант Какой Принять Судьбу Вот Твоя Судьба Такая Что Тебе Навалили На Кольцо И Самое Главное В твоей Жизни Это Не Напрягаться Не Суетиться Просто Успокоиться И С радостью Спокойно Как бы Принять Правильное Решение То ли Самому Убрать Кучку То ли Вместе С соседом С улыбкой На лице Просто Если Ты Пойдешь Невежественное Состояние Ты Соседу Позвонить Не Сможешь Потому Что Будешь На Него Орать Если Ты Войдешь Страстное Состояние Ты Быстрее Уберешь Кучу Потом Не Докажешь Что Она Навалила Что же Делать Нужно Просто Помолиться Богу Пожелать Всем Счастья И Принять Что У тебя Такая Жизнь Вот Тебе Навалили Под Кольцо У тебя Такая Жизнь Принять Можешь Сделать Все Что Угодно Можешь С улыбкой На Лице Убрать Сам Или С улыбкой На Лице Позвонить Соседу И Сказать Пойдем Для тебя Хорошая Новость Он Выходит И Говорит Сегодня Хорошая Погода Он Говорит Да Чего Это На Крыльце Точно Что На Крыльце Давай Подумаем Что Это Такое Вместе Вот Так Это Моя Собачка Ну Бывает Что Делать Не Волнуйся Видите Да Разумное Поведение Всегда Означает Способность В тот Момент Когда Приходит Событие Остаться Самим Собой Остаться Спокойным Даже Если Это Очень Трудно Бывает Что Очень Трудно Не Бывая Не Обязательно Что Ты Останешься Полностью Спокойным Но Хотя Б Просто Стремиться К Этому И то Уже Победа И то Уже Победа Это В конфликтных Ситуациях В жизни Бывает Вот Когда Допустим Муж Сделал Какую-то Глупость В этот Момент Нужно Четко Понимать К чему Ты Должен Стремиться Не К тому Чтобы Ему Объяснить Как Надо Эта Страсть Ты Будешь Давить На него Он Все Равно Не Поймет Не К тому Чтобы Расстроиться И Уйти В спальню Плакать А к тому Чтобы Вот Пытаться Понять Что происходит Надо Начать Молиться Как только Тебе Трудно Становится Нужно Начать Желать Всем Счастья Молиться Богу Отвечься От ситуации Изначает Кому-то Служить Допустим Сказать Давайте Я накормлю Сначала Мужу Заставить Себя Это Сделать И Когда Вы Начнете Делать Что-то Доброе Для человека Вы Увидите В нем Доброту Видите Муха Даже Слушает Лекцию Интересно То есть Когда Человек По-доброму Относится Он Душу Начинает Чувствовать В другом Человеке В этот Момент От души Исходит Настоящая Энергия В этот Момент Я успокаиваюсь И могу Потом По-доброму Поговорить Человек О том Что Произошло В результате Он поймет Что Что-то Не так Видите Мы сегодня С вами Говорим О чем О том Что Предназначение Человека Можно свое Предназначение Понять Если ты Правильно Живешь Вот это Очень главный И ключевой Вопрос Если Человек Не понимает Этого вопроса Тогда Дальше Говорит Не о чем А вообще Если уж Говорит Дальше То Давайте Сначала Вспомним То О чем Мы говорили Вчера Да Мы говорили О том Что женщины Отличаются От мужчин Так И у женщин Самое главное Предназначение Оно Находится В личных Отношениях Женщина Получает Отдых Восстановление Сил От личной Жизни Если Женщина Не стремится К личной Жизни Отдыха Не будет Означает Она Изнашивается И теряет Себя Уходит В будущее Да Не в настоящем Живет В настоящее Время Женщина Входит В личных Отношениях Да Мужчина В настоящее Время Входит В результате Побед Он действует Побеждает Свою судьбу В труде Он Как бы Терпит Свою жизнь Принимает Условия жизни Работает Где-то Трудится Не лежит На печке И ждет Когда ему Работа Достанется Хорошая А работает Там Где Бог Дает Видите Отличаются Мужчина И женщина Друг от друга А моя мечта Совсем Простая Так она Добра И так Чиста Я хочу Смеяться И любить Хочу Любимой Быть Ты Моя Весна Посоветуй Пожалуйста Что Мне Делать И как Постепить Где Моя Любовь В каком Краю Как же Ей Найти Мою Мечту Я хочу Смеяться И любить Хочу Любимой Быть Система Ясна Женщина Не пытайтесь Стать Кем-то Другим У вас Не получится Вы просто Сами Себе Будете Обманывать Нужна Любовь В женском Теле Нужна Отношения И тогда Будет фундамент Для того Чтобы развиваться В деятельности Даже и деятельность Для женщины Она все равно Находится в сфере Отношений Поэтому часто Женщины задают Вопрос Каково мое Предназначение Где мне работать Вот где мне работать Здесь больше Как бы Подходит Чем каково Мое предназначение Потому что Если женщина Находит Правильную сферу Деятельности Она там легко Находит И кем ей быть Понимаете Правильная сфера Деятельности Лучше сейчас Не общаться С ни с кем Здесь Перед сценой Мужчина Слышите Вы отвлекаете Всех Сейчас Всех Поверьте мне Если кто-то Выходит здесь Вперед То заканчивается Лекция Вмышление Сознание Сразу Стремляется К тому Кто пришел Если есть Какой-то вопрос Вы тогда Выйдите туда И там с ним Поговорите Здесь Не надо Перед всеми Общаться Итак О чем я остановился Да Где работать Смотрите Женский труд Это труд Находящийся В сфере Отношений Это означает Что этот труд Находится в сфере Услуг Или социальной Деятельности В сфере Заботы Например Если женщина Работает Преподавателем То есть Она заботится О детях Все женщины По своей природе Учителя Они учат Детей Могут ли они Учить взрослых Это другой вопрос Но Учить детей Любая женщина Может Это не значит Что все женщины Должны быть Преподавателем Просто говорю Сферу Их деятельности Вот Допустим Готовить Любая женщина Любит готовить Или может готовить Вот Это означает Женская сфера Звероотношений Сфера любви Дальше Заботиться О людях Допустим Заботиться О детях Стариках Там То есть Это больничные Какие-то учреждения Там Где есть лечение Или просто Забота Заботиться О деревьях О растениях Об улице Убирать Что-то Очищать Приводить В порядок То есть Фонды Различные Милосердия Программы Мира Концерты Сфера Искусств Все это Женская Деятельность Там Женщина Очень сильна Там Ее Сила Потенциал Становится Очень большой Женщина Должна Находиться В сфере Жизни Человека В сфере Отношений В этом случае Когда женщины Заполняют Эту сферу То В мире Воцаряется Теплота Счастье И гармония Одна из причин Почему холодно Жить Сейчас Стало Людям Заключается В том Что женщины Занимаются Не своим делом Они По природе Ну как бы Не понимают Своей природы Просто Есть такая Песня Старая Выйду На улицу Гляну На село Девки Гуляют И мне Весело Понимаете То есть Женская энергия Она приносит Счастье Создает Ощущение Гармонии Любви Женщины Должны Заполнить Сферу Отношений В обществе И тогда Все станут Счастливыми Все успокоятся И будет Наполнено Все любовью Я зок В Сан-Франциско Вышел на улицу Первый раз Посмотреть На Сан-Франциско Смотрю Никого нет Я говорю Человек Который Меня пригласил Организатор Говорю Где люди Он говорит Люди в машинах Никто не ходит Говорит Все ездят Как же жить тогда Ну то есть Нет людей Как жить Нет отношений Нет людей Нет отношений Женская энергия Создает отношения Иначе холод Воцаряется В пространстве Нет отношений Женщинам Самим же Плохо Становится Мужская сфера Деятельности Это сфера Достижений Где нужно Преодолевать Препятствия Нужно стараться Побеждать Что-то делать Новое Женщина Хорошо действует Когда есть Инструкция Когда все Понятно Она в сфере Известных правил Очень сильно Ориентируется Женская психика Поэтому она Всегда пытается Прояснить Объясните Как правильно Вот где Правила Расскажите Правила Как действовать И тогда Женщина Чувствует Вся Очень уверенно Мужская психика Наоборот Она Очень хорошо Действует Тогда Когда нужно Что-то Создавать Даже Лекцию Мужчина И женщина По-разному Слушают Допустим Женщина Она слушает Вот так Лекцию Она впитывает Все Создает Картинку Себе Как правильно Все Она вот так Вот Мужчина Наоборот Слушает Вот так То есть Он Сравнивает С тем Что он знает Вот как Мужчина Слушает Он думает Так Это Согласен Здесь Не согласен Это Применим Это Посмотрим Ну то есть Он сравнивается Своим Пытается Сам Вывести Это знание Когда мужчина Допустим До чего-то Доходит Он говорит Я и сам Это знал Ну то есть Он не может Откуда-то Взять Что-то Он всегда Из себя Все берет Женщина 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 Она с чистого Листа Все берет Поэтому Допустим Когда Дети Учатся В школе То Девочки Они Все Впитывают И отвечают Как Преподаватель Говорит Вот Они Один в один Говорят Как Старший Сказал Все И получают Пять Мальчик Всегда Что-то Выдумывает Говорит Говорит Что-то Раз Свое Пошел Он Говорит Нет Это Неправильно Четыре Или Три Но Со временем К десятому Классу Мальчики Начинают Некоторые Больше Ориентироваться В разных Направлениях Потому Что Они Везде Лазают В своем Сознании А Девочки У них Ориентация Вширь Она Не Развивается Потому Что Они Ориентируются Хорошо Внутри Того Процесса Который Известен Причина Почему Так Действует Мышление Такая Что Главное Препятствие В развитии У женщин Это Страх Женскую Жизнь Ее Судьбу Сковывает Страх А Мужскую Судьбу Сковывает Неуверенность В себе Или Ощущение Собственной Неполноценности Неразвитости Понятно Да У женщины Страх Или Отсутствие Гармонии Гармония Ей Нужна Гармония Во всем А мужчине Нужна Победа Гармония Или Любовь Это Одно и Тоже Победа Или Знание Понимание То есть Женщине Нужна Гармония А Мужине Понимание А Мужину Спросить Как тебе Лекция Он Говорит Я Не Все Еще Понимаю Женщину Спросить Как Лекция Интересная Не Очень Интересная Ну То 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 есть Она Говорит О Гармонии Она Пытается Гармонию Установить Знанием А Мужина Пытается Разобраться Так Не Так Вот Это Согласен Не Согласен То есть Он Как Б Понятно Да Система Мышления Поэтому Из этой Системы Мышления Сфера Деятельности Вытекает Женщине Легче Работать Там Где Все Понятно Это Это Социальная Сфера Там Понятно Все Что Делать Допустим Есть Сфера В которой Нужно Развивать Бизнес Допустим Там Все Надо Развивать Там Ничего Не Понятно Это Это Мужская Сфера Ну Бизнес Может Быть И Понятный Социальный Допустим Там Парикмахерская Все Понятно Надо Подстригать Можно Подстригать Можно Не Подстригать Вот Два Варианта Есть Женщине Спокойно Там Работать Когда Есть Инструкция Даже Пусть Сложная Инструкция Не Обязательно Простую Деятельность Совершать Вот Но Когда Нужно Что-то Менять Тогда Это Мужская Деятельность Видите Разница Между Мужчиной И Женщиной Мужчине Нужно Самому Развиваться Если Женщина Допустим В семье Мешает Ему Развиваться То Он Страдает У Женщины Мужчины По-разному Устроена Психика Есть Две Части Психики Есть Внутренняя Психика Внутренний Мир Человек Это Его Черты Характера Есть Наружняя Часть Психики Как Внутренний Каркас И Наружний Каркас Психический Внутреннее Это То Что В нас Заложено Черты Характера Наружнее Это Как Мы Себя Ведем Это Две Принципиально Разные Вещи В жизни Чтоб Вы Знали То Что Заложено В человеке Одно Всегда А он Вести Себя Может Быть По-разному Так Вот Знаете Мужчины Наружний Каркас Или его Способность Вести Себя Как То Очень Статично Он Снаружи Занимает Всегда Оборонительную Позицию Его Психика Всегда Снаружи Очень Тугая Твердая Непреклонная То есть Его Задача Защищать Ситуацию Он Защищает Себя Других То есть Он Как бы Соткан Из защитной Энергии Наружный Каркас Поэтому Так Мужчина Защищается Поэтому Ему Трудно Адаптироваться В жизни С одной Стороны Ему Легко Пробивать Препятствия А с другой Стороны Ему Трудно Адаптироваться В той Ситуации В которой Нужно Принять Допустим Он Переезжает В чужую Страну Допустим Я видел Такие Случа Женщина Мужчина Приезжает В другую Страну Допустим Надо Говорить На английском Женщина Thank you very much Она уже Там уже Все У нее Уже Род Перестроился Мужчина Thank you very much Ну то есть Как бы Ну у него Он не может Говорить Жить И думать По английски Женщина Сразу И как бы Она Перестроилась То есть У женщины Наружный Психический Цилиндр Он быстро Адаптируется К любой Ситуации Он быстро Меняется Она сама Быстро Меняется Женщина Сходила на лекцию Послушала лекцию Приходит Домой Она уже Другая Она уже Лекционная Муж Говорит Что с тобой Произошло Она стала Лекционной Уже Другой Она по лекциям Живет И все Она уже Другая Не может Понять Что с ней Произошло Женщина Быстро Подстраивается Под ситуацию Поэтому Говорит Замужем Она стала Замужем Мама Приходит Ее дочка Пожила С мужем Неделю Она говорит Что тут Какая-то Другая Стала Она говорит Да и теперь Такая Почему она Такая стала Потому что Ей так удобнее Жить с мужем Она подстроилась Под мужа Замужем Замужем стала Вот Внешне Психически Женщина Очень быстро Приспосабливается К ситуации В которой Она находится Ей так комфортно Жить Она Приспосабливается К ситуации Приспособилась И все Ей очень комфортно Ей хорошо Ей нужно Приспособиться Мужчина наоборот Ситуацию Приспосабливает Под себя Он не может Приспособиться К ситуации Или он привыкает К ситуации Терпит ее Или Меняет Одно из двух Внутренний Психический цилиндр У мужчины Очень податливый Мужчина Или деградирует Или прогрессирует Он внутри Постоянно меняется Он может Меняться В лучшую сторону И в худшую Одновременно В разных направлениях Он постоянно Двигается Куда-то Мужчина Меняется Постоянно То лучше Становится То может Хуже стать Он меняется Женщина Внутренний Психический цилиндр Застывший Не меняется Как у мужчины Снаружи Застывший Он такой Так у женщины Очень Застыло Внутри На Внутри У нее Все Зацементировано Она Держит Внутри Правила Жизни Которые Она Питала С молоком Матери Она Выучилась Чему-то Как-то Она знает Что так Правильно Жить И она Этим Стандартом Живет У нее Внутри Все меняется Очень медленно Ей надо Тысячу раз Доказать Что вот так Лучше Тогда она Сможет Принять Изнутри А снаружи Женщина Легко Меняет Адаптируется К ситуации Но внутри При этом Она остается Такой Какая Была Поэтому Мужчина Когда Женится Он должен Узнать Характер Женщины Каждая Женщина Есть свои Заскоки В характере Она должна Раскрыться Она должна Покапризничать Перед ним Она должна Порадоваться Должна Открыться Поговорить С ним Иногда Девушка Скромная Такая Молчит Все время И он думает Такая Скромная Она Он думает Она всю Жизнь Такая Будет Вот так Надо Обязательно Ее Разговорить Создать Ей такие Условия Спокойные Чтобы Поговорила Чуть Когда Девушка Раскрепощается То в это Время Ее Эмоции Начинают Течь Она Начинает Жить Ей Нравится Интересно Она Чем-то Говорит И тебе Надо Послушать Ты Это С этим Справишься Нет В жизни Сможешь Переварить Или Когда Она Обиделась Как Она Себе Будет Вести Здесь Женщины По-разному Одни Плачут Другие Колят Третьи Доказывают Четвертые Убегают Там И так Далее Ну то есть Разные Варианты Есть Надо Понять Вот Как Она Будет Себя Вести Как Она Будет Эмоции Свои Проявлять Как Обижаться Как Доказывать Своё И так Далее Надо Посмотреть Её В жизни А не Когда Она Ходит И Кивает В Это Время Непонятно Что За Фрукт Вот И Надо Дать Ей Раскрыться Возможности Чтобы Она В Свою Естественную Среду Попала Как Она Будет Себя Вести Надо Понять И Тогда Ты Поймешь Сможешь Ты Жить С Этим Человеком Или Нет То Самое Мужчина Когда Он Ухаживает Там И Непрекрасен Может Быть Снаружи Зато Душой Красив Наверняка Ну То 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 Женщине Трудно Менять Характер Но Легко Менять Своё Поведение Таким Образом Люди Сначала Должны Познакомиться Это Означает Что Они Должны Обниматься Когда Люди Начинают Обниматься То Их Отношение Переходит На Телесную Платформу Они Начинают Наслаждаться Друг Другом И Это Значит Что Их Характер Их Ну Как бы Их Ну Как Они Себя Ведут Как Они Себя Чувствуют Это Уходит В Чёрный Ящик Всё Да Люди Обнимаются Они Все Одинаковые Если Гармония Значит Нам Хорошо Всё И Нормально Нужно Сначала Постричаться И Пообщаться Полгода А потом Уже Решать Подходим Мы Друг Другу Или Нет И Уже Думать Дальше Обниматься Или Нет Это Благостное Отношение Сначала Горькое Потом Сладкое Страстное Отношение Сначала Сладкое Потом Горькое Сначала Спасечником Встретилась Понаслаждалась А потом Поняла Что он Бродяжка Убежит То есть Видите Что Женщине Нужно Что Мужчина Что Мужчине Нужно Каждому Нужно Своё В отношении У нас Разная Природа Будь Будь со Мною Ласковым Будь со Мною Нежным Будь со Мною Бережным Будь со Мною Прежним Говорить Счастливые Глупые Слова Чтобы Каруселила Счастьем Голова Чтобы Было Жарко Даже И Морозу Чтобы Лишь От Смеха Появляли Слезы Ла Ра Ра Ла Ту 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 Видите Будь Будь со Мною Ласковым Будь со Мною Нежным Будь со Мною Бережным Будь со Мною Прежним Говорить Счастливые Глупые Слова Чтобы Каруселила Счастьем Голова То есть Женщине Нужно Чтоб С ней Вели себя По Женски Так Женщине Нужно Нежное Женское Отношение Ну то есть У нее есть Внутренний Каркас Вот этот Непреклонный Неизменный Надо подстроиться Под нее Нужно Понять Характер Женщины И с ее характером Не пытаться Ничего сделать Не надо ее Воспитывать Надо просто Ее Понимать Не воспитывать Женщину Надо А понимать С пониманием Относиться И тогда она Будет счастлива Что с мужчиной Делать А вот Мужчину Тоже Надо понимать Это означает Дать ему Возможность Стать мужчиной Стать сильным Не делать За него Что-то А дать ему Возможность Самому Делать Как он Может Понимаете Означает Женщине Надо с мужчиной Быть слабой И мужчине Тоже Женщине Надо быть Слабой Не надо На нее Давить Нажимать Надо быть Аккуратной Мягкой Нежной Да Мужчиной Мужчине Женщиной И женщине С мужчиной Надо быть Слабой Означает Дать ему Возможность Самому Действовать Не делать Ничего За него И тогда Мужчина Станет Сильным Будь Пожалуйста Послабее Будь Пожалуйста Я тогда Подарю Тебе Чудо Запросто И тогда Я вымахну Вырасту Стану Особенным Из горящего Дома Вынесу Тебя Сонную Я решусь На все Неизвестное На все Безрассудное В море Брошусь Густое Зловещее И спасу Тебя Это будет Сердцем Велено Мне Сердцем Велено Но ведь Ты же Сильнее Сильнее Уверен Видите Мужчине Ничего Не надо Пожалуйста Послабее Женщина Изнутри Сильная У нее Карактер Сильнее Мужского В шесть Раз Сильнее У женщины Характер Чем Мужчины И поэтому Женщина Должна Просто Быть Слабой Рядом С мужчиной Дать Возможность Ему Действовать Развиваться Подождать Чуть Потому что Мужчину Надо брать На вырост На вырост Ну сначала Надо в нем Заметить Хорошего Сильного Человека Увидеть Что этот человек Разовьется Иногда Женщина Не видит Этого Ну и ждет Себя Кого-то Другого А этот Мужчина Который Ее любил Он Находит Себя Другую И потом Она встречает Через два Года И он Уже Становится Таким Бравым Изменился То есть Дождалась Какая-то Другая И она Думает Эй, дура Я чужий Я за него Не вышла То есть Женщины Должны знать Что мужчины Меняются Они могут Стать лучше Если видишь Что человек Развивается Хорошо Можно выйти За него Замуж Через три года Он станет Развитым Женщины По себе Судят Думают Если он Такой Сейчас Значит Он всю Жизнь Таким Будет Нет Вообще Наменяется К лучшему Он Развивается Женщина Должна На вырост Мужика Брать Ему Давать Развиваться Типа Мужик Женщину Берет Да Вы говорите Мне Доказываете Сейчас Да Хорошо Давайте Тогда Разберемся В том Как Устроена Энергия Привлечения Мужская И женская Мужская Энергия Привлечения Имеет Холодную Природу Мужская А женская Горячая От женщины Исходит Сила Желания Она Жжет Своим Желанием Если Девушка Хочет Замуж Она Всех Жечь Начинает Вокруг Мужиков Женатых Неженатых Не имеет Значения Всех Подряд Поэтому В древней Культуре Говорится Девушку Не замужем Надо Быстрее Выдавать Иначе Всех Спалит Вокруг Своей любовью Своей красотой Вот Мужская энергия Сама по себе Никого не трогает Если Допустим Неженатых Мужчин 40 человек В одной казарме Нормально Живут Спокойно Никого не трогают Две женщины В одной квартире Невозможно Друг другу Вынесут Мозги Женщина Женщина Привлекает Мужчину Она Зажигает Его сердце И он Потом Начинает Действовать Уже Таким образом Видите Сложно Понять Кто Кого Притягивает Себе Кто Кого Берет Замуж Если С позиции Действия То мужчина И с позиции Влияния То женщина Ну ладно Мы тему эту Закрыли Следующая тема Которую я хотел бы С вами поговорить Это мы Сейчас уже будем Говорить Про более высокие Материи Связанные С нашей жизнью Это Четыре типа Предназначения Человека Они связаны С деятельностью Разума Опять же Это касается И женщин И мужчин Просто Предназначение Женщин идет В сфере Семейной Жизни И в сфере Социальной Жизни Там действует Женское Предназначение Вот эти Четыре типа А мужское Предназначение Действует В деловой Сфере И в сфере В сфере Допустим Где требуется Развитие Какие-то Изменения Там и так далее У нас Три центра Разума Я уже говорил Один в области Лба Другой в области Сердца Третий в области Паха С точки зрения Предназначения Человека Они действуют Не так Что это Мужское Это Женский Там Тот Средний Нейтральный Нет Они действуют По-другому Верхний Центр Разума Называется Центром Знания И он С точки зрения Так всегда Устроена Система Энергетическая Разума Деятельность Разума Так работает Верхний Светофор Горит Сильно Средний Наполовину И последний Спит Нижний Спит Верхний Светофор Это Знаете Что Вот эти Три Типа Энергии Это Три Типа Энергии Сознания У человека Есть три Энергии Сознания Это то Без чего Мы не можем Жить Как они Называются Энергия Знания Человек Не может Жить Без знания Человек Не может Жить Без любви И человек Не может Жить Без Стабильности Нужна Стабильность Понятно Да Ну то есть Желание Жить Это Нижний Светофор Желание Любви Средний И желание Понять Знать Как все Должно Быть Верхний Первое Утверждение Человек Кстати Когда у него Вот эти Светофоры Так горят Это не меняется Всю жизнь Это она Всю жизнь Дается один раз Не изменить Невозможно Самый верхний Светофор Включен На полную катушку Средний На половину Нижний Совсем Выключен Означает Знания Изменит Мир Оно Самое Важное В жизни И чтобы Давать Людям Знания Нужно Делать Это В сфере Социальных Отношений Сфера Социальных Отношений Или Сфера Любви Давать С любовью Людям Знания Означает Второй Светофорчик Вот здесь Там Находится Социум Отношения Здесь Находится Наука Знание Понимание Вещей И когда Человек Считает Что Знание Спасет Мир Рождается С этой Идеей Ему Самое Лучшее В зависимости От его Развития Как он Личность Как он Развит В зависимости От этого Ему Лучше Всего Чем Заниматься В жизни Ну Можно Допустим Быть Ассистентом В научном Учреждении Изучать Что-то Помогать Вычислять Можно Быть Преподавателем Можно Быть Тренером Можно Быть Юристом Изучать Как законы Работают Страны Советы Давать Юридические Консультации Можно Быть Психологом Можно Быть Лектором Можно Быть Священником Можно Быть Ученым Можно Быть Советчиком Президента Или Можно Быть Допустим Дипломатом Объясняющим Нашу позицию Нашей страны Объясняющим Советующим Советующимся Ну То есть Такой Человек Его Основная Функция Он Получает Знания От других И дает Его Сам Этим Он живет Процесс Познания Является Главным Для него В его Жизни Как Это Это проявляется В виде Сильной Воли Желания Побеждать Отстаивать Свое Насилие Даже Совершать То есть Это Он Деятельности Сердечный Центр Разума Совсем По-другому Действует Верхний Центр Он Имеет Аналитическую Такую Спокойную Природу Когда Он Самый Главный Самый Активный Ребенок Который Рождается Он Наблюдает За всем Наблюдатель Как Вот Театр Нитя Который Сюда Приедет У них Есть Спектакль Фимка Называется Фимка И Показывается Жизнь С детства Разные Поступки События Которые Происходили У кого У святого Человека То есть Который Потом Стал Монахом И Служил Богу И Он Этот Человек Как раз Первой Категории И Показывается Как Он Смотрит На Мир Маленький Ребенок Там Три Года Ему Топором По голове Стукнули А он Смотрит Че Происходит С ним Как Потекла Кровь Там Как Ведет Себя Тот Кто Стукнул Понимаете То есть Он Не Злится Он Не Агрессивно Себя Ведет Он Просто Наблюдает За всем Понимаете То есть Это Вот Как раз Первая Категория Дети Они Сотканы Из познания Этого Мира Им Интересно Спрашивать Отвечать На вопросы Пытаться Понять Не Слишком Подвижные Дети Дети Все Подвижные Но Эти Дети В основном Интересуются Как Все Устроено Им Надо Все Понять То есть Они Не Вовлекаются Сам Процесс Пытаются Быть Немножко Со Сторон Наблюдать За Всем Это Дети Первой Категории Им Интересно Знать Как Все Происходит Вот Понятно Да Они Любят Читать Быстро Развиваются Такие Почемучки Ну то есть Любознательные Очень Двигаемся Дальше Как Какие Черты Характера У людей Этой Категории Самый Главный Самый Главный Недостаток Это Гордость Своими Познаниями И Высокомерие Гордость Своими Познаниями Высокомерие Самая Главная Опасность Для развития Человека Как Личности Это Продавать Свои Знания Ну то есть Быть Продажным Ну допустим Для ученого Опасно Если он Потасовывает Факты С целью Защитить Диссертацию Если он Науку Променял На Титул На Славу То В результате Он теряет Себя Он Деградирует Перестает Быть счастливым В своей Деятельности Он Становится Гордым Заносчивым Но Несчастным В сердце Потому что Процесс Познания Разрушается В результате Лжи Потасовки Фактов То есть Правдивость Является Основой Для ученого Для человека Первой категории Для того Чтобы Был Счастливым Потому что Когда он Честно Дает Знания Или Берет Знания Тогда Он Спокоен Смирение Развивает Такого Человека Потому что Для того Чтобы получать Знания Нужно Учиться Видеть Старших Качество Старших Учиться Видеть Человека Старшим Считать Его Старшим Даже Младшего Если Ты от Кого Хочешь Что-то Услышать Надо Очень Смиренно Слушать Когда Человек Развитый Первой Категории Он Готов Смиренно Слушать Всех Даже Младших Это Признак Квалификации Высокого Развития Был Такой Случай Один Наставник Он У него Была Болезнь Связана С сердцем Вызвали Врача Араведического Врача То есть Это Был В Индии Врач Пришел Выпивший Ну а если Выпивший Врач Араведический Ясно Что это Дисквалифицированный Человек То есть Он Нравственную Медицину Изучает Сам Выпил Ну как-то Несостыковка Получается Вот Или допустим Человек Дает Лекции По семейным Отношениям А сам Бросает Одну жену За другой Стоит ли Слушать Лекции По семейным Отношениям Такого Человека Несостыковка Точно Так же Врач Который Выпил И хочет Говорить О правильном Здоровой Жизни Дисквалифицирован Но Этот Наставник Он был Очень разумный Он Сказал Своим Ученикам Не выгоняйте Его Они хотели Его выгнать Пускай он скажет Что он хочет Он подошел Такой Пощупал Пульс Его Такой Пощупал Посмотрел Вам надо Больше гулять И пошел Ну И ученики Говорят Ну и Уматывай Нечего Было бы Сказать Тебе Как бы Мы Сами Могли Так Сказать И этот Мудрый Человек Он сказал Да Он прав И начал Каждый день Гулять По утрам В результате У него все Восстановилось Здоровье У него сердце Стало работать Лучше То есть Этот совет Ему помог Потому что Он Видел Правду Везде Даже Тех Людях Которые Вроде бы Недостойны Говорит Правду Это признак Очень сильного Развития Личности Обычно Люди Не должны Слушать Недостойных Людей Это опасно Потому что Качество Святого Сравнивается С лебедем Это качество Называется Способность Отделять Воду От молока У лебедя Есть такое Свойство Он Когда Берет Воду Вылишь Допустим Молоко Воду Вылишь Оно Там Растворилось Да Белая Вода Такая Становится Он Берет Пьет Эту Воду В горло Берет В рот Начинает Вот так Ого Ого Так Ее Вращать Во рту И молоко Оседает На стенках А вода Остается Он И выплевывает Уже Чистую Воду Без Молока Так 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 Лебедь Пить Молоко Из воды Точно Так же Возвышенная Личность Способна Послушать Человека Взять Только Главное А все Воду Всю воду Выплюнуть Суть Оставить Понятно Да А И Вод Человека Который Склонен К этой Деятельности Самое Главное Это Смирение Правдивость И он должен простую жизнь вести, не стремиться к богатству, к росту, к жизни. Он должен всегда работать над собой всю жизнь, для того, чтобы самому развиваться и развивать других людей. Таковы главные характеристики этого человека, который в первой категории находится. Вторая категория людей, когда средний светофорчик работает сильно, ярко, верхний светофорчик работает наполовину, а нижний молчит. Значит, этот человек думает, не знание спасет мир, то есть знание это сверху находится. А любовь спасет мир, правильные отношения между людьми спасут мир, правильная жизнь спасет мир. Что значит правильное? Правильное означает знание. То есть у него наполовину уже работает верхний светофорчик и средний на полную катушку. Это значит, что этот человек хочет, чтобы все люди были счастливы, но у него для этого есть свои правила. Этот человек называется руководителем. Такой человек имеет четкую задачу, организацию жизни людей. Эту задачу он имеет сам в детстве. Когда такой ребенок рождается, если взять ученого, допустим, ребенка, то он, у него взгляд такой со стороны, изучающий. Наблюдает за всем. Я любил ездить в автобусе и смотреть, как люди, что делают. Всегда смотрел на всех. Неотрывно внимательно, внимательно наблюдал. Рядом с мамой стою и смотрю. Что все делают. Пытался понять, почему он так себя ведет. Я маму спрашивал, почему он так себя ведет. Она говорит, ну отстань от меня. Ты уж столько вопросов. Откуда я знаю, почему он так себя ведет. Но ребенок второй категории, он рождается, у него есть правила. Он по-другому смотрит. Он очень убежден. Он еще не знает в чем, но убежден. Вспомнили, увидели такой взгляд ребенка. Начальник, он уже начальник, хоть и маленький. Вот это вторая категория. Не то, что все дети начальники маленькие. Нет, не все. Некоторые вот такие. Наблюдают. Другие начальники. Вот, если ребенок вот такой второй категории, у него соответствующие качества характера. То есть он командует. У него очень сильное чувство собственного достоинства. Или ты делаешь, как я хочу. Родители должны делать, как я хочу. Или они враги. Я буду их мучить, бить. Ну то есть враждебно. Они враждебно ко мне относятся. Или как я хочу они делают. Или я их луплю. Одно из двух. Два варианта всего. Больше нет вариантов. Ну то есть чувство собственного достоинства у такого ребенка очень сильное. И когда он дружит с кем-то, то дружба для него тоже означает. Или ты входишь в мою команду. Или мы с тобой враждуем. То есть мы будем с тобой воевать. То есть он создает два лагеря сразу. Наши, не наши. И начинает наши побеждать должны. Создает такую атмосферу, кто должен побеждать, кто... Ну то есть он свои права устанавливает. Главное качество, приводящее к неудаче. Если такой человек второй категории или управляющий, правитель, использует свою власть с целью эксплуатации других, то такой человек деградирует. Он становится грабителем, а не правителем. Деградирует, становится несчастным человеком. Если человек, управляя другими, заботится о них, он становится счастливым. Его люди любят. Представьте, допустим, человек управляет ста человеками, его один человек не любит. Будет он счастлив? Вот вас, из знакомых, из ваших знакомых, поднимите руку, кого один какой-то человек не любит, из ваших близких людей. Вы счастливы? Не очень, да? Вот, а представьте, сто человек не любят. Если ты эксплуатируешь людей, тебя все эти сто не любят. Можно быть счастливым? Нет. Можно делать крутой вид, ходить, что-то типа крутой. Но это все просто внешне. А внутри такой человек глубоко несчастен. Им поэтому надо выпивать периодически сильно, чтобы снять с себя стресс. Если человек не заботится о людях, управляя ими, то он несчастен. Вторая характеристика. Такой человек должен быть строгим и справедливым, потому что заботиться о людях не означает им потакать, распускать их, не означает баловать их. строгость, также главная характеристика, важная характеристика развитого управляющего, который склонен управлять. Дальше, какие еще качества? Смелость, храбрость, способность отстаивать свое мнение, свою позицию, защищать своих подчиненных. Это врожденный из качества человека, который должен занимать это положение в обществе. Также такой человек имеет склонность быть социально значимым, то есть он склонен одеваться так, чтобы его заметили, склонен одеваться правильно. Такие люди склонны знать законы общества, в котором живут, действовать по этим законам, управлять этими законами и подчинять этим законам других. Они склонны хорошо ориентироваться в законах общества. Если человек, ребенок уже с детства начинает, а как правильно, а вот это так, а почему ты не так делаешь, как надо, то значит, это ребенок этой категории. Причем ребенок может развиваться по-разному. Например, меня родители отдали в самбо. Я как бы занимался самбо, там тренировался. Ну, все равно это личное развитие, а если говорить о том, что мне нравилось, мне нравилось, как тренер рассказывает. Я смотрел, как он себя ведет, пытался, думал, мне тоже таким надо стать, как он. Ну, то есть меня интересовала больше педагогика процесса, чем власть, там, победа какая-то. Я не стремился сильно побеждать, хотя мне хотелось, конечно, победить, но не так, как другим некоторым ребятам, до которых вот именно вот эта природа правителя. Не раз у меня был такой случай, я одного мальчика во дворе заломал, то есть начал делать ему болевой. Ну, я занимался в детстве самбо, там, 9-10 лет. Делал ему болевой, и подошел один другой мальчик моего возраста. Он посмотрел на меня очень таким честным взглядом, твердым. А тот хныкал уже, лежал на болевом. Вот, и он сказал спокойным таким голосом, «Отпусти его», мне сказал. Его взгляде была правда, сила, уверенность, спокойствие и власть. Я как-то, меня как-то расслабило, и я сразу раз отпустил его. Я потерял интерес к тому, чтобы дальше это делать. Я посмотрел на этого молодого человека, мальчика, у него был очень такой уважительный взгляд, такой твердый, уважительный взгляд, наполненный чувством собственного достоинства. Это признак вот этих вот людей, склонных управлять. Гневливость, недостаток, природный недостаток, который надо побеждать. Желание эксплуатировать людей, природный недостаток, который надо побеждать, иначе деградирует человек. Природным недостатком является стремление к социальному росту, искусственному социальному росту. Как это называется? Когда ты прогибаешься для того, чтобы твое положение в обществе было выше. Есть слово русское, я не помню. Как-то карьерист, да, да, вот такой карьерист. Карьеризм – это природная склонность правителей. Они склонны к карьеризму, и это неправильная склонность. Потому что человек, который склонен к управлению, он должен знать, что когда он развивается до какой-то должности, естественно, как личность развивается, то его туда же, естественно, и ставят. Потому что никто не будет человека развитого держать на маленькой должности. А если держат, значит, ты не там работаешь. Значит, там не очень разумные люди находятся. Другими словами, приходит время, и человек меняет свое положение в обществе. Если он развивается как личность, а если человек раньше куда-то выпрыгивает, то он не справляется с задачей. Он таким образом разрушает свою жизнь. Карьеризм разрушает человека. Не дает ему возможность нормально, спокойно, правильно развиваться. Следующая категория людей – это когда средний светофорчик горит сильно, сильнее всего, нижний наполовину, а верхний молчит. Цель – счастье людей. Чтобы люди были в гармонии, счастье. Но счастье не с помощью познания, не с помощью законов, а с помощью того, чтобы была стабильность в жизни, с помощью достатка. То есть счастье с помощью достатка. Это означает торговцы. Те люди, которые должны копить достаток, копить богатство. Понятно, да? То есть люди, которые видят, что смысл в жизни для людей – это деньги. То есть деньги спасают все. Это третья категория людей. Видите, у каждого категории свое понимание цели жизни, свое понимание счастья и так далее. Разные понимания, в зависимости от того, какой светофорчик разума горит. Эти дети с самого рождения, они очень склонны создавать отношения. Такие дети внешне выглядят очень энтузиастичными в том, чтобы знакомиться, дружить, создавать свою среду, свою команду. Если руководитель создает вокруг себя людей, он старший, как, допустим, большая птица, вокруг маленькие, то бизнесмен, он объединяет людей интересной деятельностью. Они вместе конфликционируют марки. Никто не старший, просто у нас такой клуб по интересам. Они вместе там играют в какие-то игры. Он заводило. То есть он как бы создает интересный процесс. Вот руководитель, он законно говорит, что вот давайте по правилам играть будем в плиточке. По правилам, он говорит. Он начинает следить за тем, чтобы правила соблюдались. А бизнесмен, он организует сам процесс. Он говорит, давайте играть. При чем тут правило? Надо играть. Он вовлекает в игру людей. Коллекционирует, общается, дружит со всеми, становится центром внимания, хитрит, обманывает. Делает так, чтобы у него больше плиточек было. Цель его игры это сделать так, чтобы плиточки были все у меня в кармане. Как два мальчика стоят. Яролаш такой. Один в первой категории ученый, а второй в третий бизнесмен. И третий он ест яблоко что ли или апельсин. Я уж не помню. А тот смотрит, ученый смотрит. И этот ест, ест. И когда он съел, тот ученый говорит, если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился. То есть он ученый, он как бы размышляет. А тот в третьей категории говорит, жалко, что у тебя нет апельсина. У него другое мышление. Ну то есть другими словами, видите, совершенно разное мышление, разные люди. Человек в третьей категории, его природные качества, общительность, способность создавать отношения. Он способен хитрить в деятельности. Для него это естественно. То есть он когда чуть обманывает, даже никто не замечает. Ему надо извлекать прибыль. Это его желание. Он жертвенный по своей природе. Ведь цель-то какая? Сделать людей счастливыми. Глубокая, сердечная, душевная цель, ради которой он родился. Поэтому такой человек склонен строить больницы, если он богатый. Если он богатый, кормит нищих. То есть ему нужны деньги для того, чтобы всех делать счастливыми. Он с помощью денег создает социальные услуги, сферу социальных услуг создает. Кормит людей, заботится школы, поддерживает и так далее. Ну и работает он тоже в этой сфере. Если руководители находятся в сфере государственной деятельности, в сфере промышленности, в сфере военной, в сфере, допустим, каких-то больших глобальных процессов, которыми надо управлять, то бизнесмены, они находятся в основном, их деятельность находится в сфере услуг. То есть они тоже руководители, но они руководители по-другому. То есть они по-другому отношения с людьми строят. Они с ними договариваются вместе зарабатывать деньги. Они не склонны там их унижать как-то. Они их заинтересовывают деньгами. Руководители заинтересовывают порядком, дисциплиной и защитой человека на этом месте. А бизнесмены заинтересуют, давайте вместе напряжемся, заработаем и разойдемся. Видите, разная деятельность. Бизнесмен, самая главная его проблема – это жадность и обман. Если он сильно жадничает, всех обманывает, он разрушает себя и становится несчастным, нищим в конечном счете. Щедрость и способность видеть людей, проницательность, способность видеть, кто его хочет обмануть. И щедрость являются двумя качествами, делающие бизнесмена богатым человеком, способным развиваться. И способность уважать старших и устанавливать правильные отношения с людьми. Уважение старшим дает ему стабильность. Он не нарушает правила игры и при этом развивается сам. Он способен иметь защиту сверху, не идет на рожон. Третья, четвертая категория людей – это те люди, у которых нижний светофорчик горит сильно, средний наполовину и верхний молчит. Нижний горит сильно означает, главное – это стабильность жизни, которая достигается с помощью любимого дела. И главное – иметь свою работу. Что-то делать хорошее, чтобы люди были счастливы. Подчиняться, то есть средний светофорчик, подчиняться законам страны, жить по законам, правильно жить, любить всех людей вокруг и заниматься любимым делом. Четвертая категория людей, которых можно назвать творческими людьми – это люди, из которых Микеланджело родился, все художники, скульпторы. Все люди, которые просто мастера своего дела и так далее. Те люди обычно не стремятся к каким-то большим достижениям. Для них главное – это любимый труд и такая спокойная, счастливая жизнь. Главное качество таких людей – способность подчиняться старшим и трудолюбие. Есть главные недостатки – это лень и бунтарство, которые разрушают их возможность работать. У женщин и мужчин эти четыре центра разума работают в разных условиях. Для того, чтобы у мужчины, допустим, они развивались, понимаете, вот только развитый человек, у которого сильно работает разум, способен понять, в какой он категории. Потому что там есть обманка определенная, я сейчас вам ее расскажу. Вот когда работают два светофорчика, один – знание, самое главное в жизни, а второй – чтобы знание было, нужно как-то этот процесс организовывать. Вот в этом случае, когда человек ученый по природе, то он видит быстрые деньги в управлении. Понятно, да? В результате он начинает заниматься не своим делом. У него быстро приходят деньги, потому что он разбирается в процессах, он ученый. Но он не может управлять людьми, поэтому у него развития не будет в этой деятельности. Часто тот, тот должен управлять, он может скатиться, допустим, на то, что он будет пытаться преподавать, допустим, там что-то и так далее. Ну, то есть, другими словами, всегда быстрая способность заработать деньги, она не находится в сфере природы человек, его предназначения. А скорее, наоборот, является признаком того, что до своей природы ему надо развиться. Обычно человек развивается, он сначала просто где-то работает, зарабатывает деньги, но это ему не нравится. Но когда он развивается, чуть-чуть становится более развитым, он начинает работать там, где ему нравится, но там сразу нет много денег. Это обычная современная схема, потому что, если говорить о классическом развитии человека, то классически он должен сначала не математику, физику, химию изучать, а он должен изучать, кто я такой. Понимаете, человек с детства до 12 лет должен работать над собой, над своим характером, развиваться как личность, а только потом начинать деятельность, которая даст ему специальность. Сейчас образование неправильное. Девочки не учатся быть девочками, мальчики не учатся быть мальчиками, поэтому все не понимают, кто они такие. Они вырастают, получают какое-то образование, не знают, чем заниматься, что делать, и они начинают что делать? То, что даст деньги, то, что даст возможность выжить. Так они постепенно входят в сферу деятельности. Приходит время, и человек начинает осознавать, кто он такой. Допустим, девочка выучилась в школе, в институте, пошла на работу, чувствует что-то не то в жизни. Сильно хочет деньги заработать, думает не то, потому что я не имею квартиры, машины. Вот когда у меня будет квартира, машина, тогда мне будет спокойнее, и я тогда буду счастлива. Неправильное мышление. Женская сила находится не в сфере достижений, а в сфере притяжения к себе чего-то. Вот послушайте, женщина, себя. Женщина имеет благословляющую, а не достигающую силу. Вот если женщина, допустим, настроена, что я не буду сильно стремиться к развитию материальному себя, я хочу развить себя как женщина, она начинает заботиться обо всех, ухаживать, не думает о себе, не живет слишком богато там, нет у нее денег особенно, какой-то хорошей работы. Она просто обо всех заботится. Такая девушка, когда она в такую, на эту ставки ставит, на эту карту, то в результате ей попадается хороший человек, потому что мужчине нужна жена, а не трактор. Понимаете? И когда женщина вот склонна заботиться, она как раз интересует разумных мужчин. И она выходит замуж, и кто работает, кто зарабатывает. Муж, она благословляет, дает ему силы. Она при этом не означает, что она там дома целыми днями как клушка сидит. Она может выбежать во двор, покукарекать там. Вот, то есть она имеет уже основу в жизни, и она может чем-то заняться тогда своим любимым делом. То есть сначала для нее утвердиться в личной жизни. Она находит себе мужика, который будет зарабатывать деньги, а потом спокойно уже ищет себе чем заняться в жизни. Или рожает детей, занимается детьми. То есть она уже имеет защиту в жизни, опору. Мужчина опирается не на жену. Мужчине не надо сразу жениться. Он должен сначала развиться. Должен сначала стать сильным, развитым. Когда у него сила появится, внутренняя устойчивость, тогда он может найти себе жену. Такая система. Но если мужчина гуляет просто, не развивается, то это не способ. Некоторые, о, Олег Геннадьевич правильно сказал, надо нагуляться сначала, потом жениться. Нет, не так. Если мужчина начинает гулять, он теряет себя. Женщина гуляет, тоже теряет себя. Она перестает быть чистой. Чем больше женщина гуляет, тем меньше у нее возможности привлечь хорошего человека. От нее исходит не та энергия, привлекающая хороших мужчин. Когда женщина чистая, никаких мужчин не было, она привлекает хорошего человека. Если она нагулялась, надо сначала очиститься, раскаяться за все, что было, чтобы привлечь хорошего человека к себе. Так мужчина должен совершать аскезы сначала, развиться как личность, потом жениться, когда есть силы. Женщина сначала думает о личной жизни, а потом уже может поучиться, получить образование, найти себе работу какую-то. Основная ошибка женщин, что они быстро устремляются в образование. У них возраст привлекательный проходит. Самый привлекательный возраст у женщин от 18 до 25. Это возраст, когда надо замуж выходить. Женщина в это время учится. Когда она учится, у нее вся энергия на учебу идет. Поэтому я не считаю, что женщина должна сразу в институт. Может быть, есть смысл подумать о личной жизни сначала, а потом выучиться, потом уже, когда дети повзрослее стали. Ну вот так вот. Это реляционное такое мое высказывание. Понятно, что в современной жизни оно не будет применяться. Люди боятся такого мышления. Но, тем не менее, жизнь, она есть жизнь. Я вам рассказал сейчас о природе человека, связанной с деятельностью, с его работой разума. Потому что деятельность связана с деятельностью разума. И поэтому мы должны сейчас порассуждать на эту тему с вами. Может быть, вы познаете мне вот именно на эту тему вопросы. Не то, что вы сейчас встаете и говорите, Олег Геннадьевич, а у меня геморрой. Каково мое предназначение? Это не связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Давайте, мы идем говорить об этом. Ваш вопрос по этой тему. Пожалуйста, вас ждет микрофон. Вот у меня сомнения. Я работаю преподавателем. Мне нравится моя работа. Мне нравится работать со студентами, обучать их. Но, с другой стороны, мне нравится, ну, я преподаю сайтостроение, да, и мне нравится именно создавать сайты. Вопрос. Каково мое предназначение? Спасибо вам за ваш вопрос. Точно так же, как, вот знаете, допустим, меня один раз так молодой человек спросил, каково мое предназначение. Он сидел на первом ряду, и я ему сказал, как я вижу, а я вижу, я ему сказал, и от этого зависел выбор его деятельности, так же, как вы сейчас даете, два варианта мне на выбор. Вот. На следующий день он пришел на лекцию, опять сел на свое место, я его спросил сразу же в начале, это была как раз беседа о предназначении человека. Я его спросил, ну, вы что, решили в этом направлении двигаться? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, честно? Я говорю, да. А вдруг вы ошиблись? А я бросаю работу в результате, представляете, какая ставка? И я ему сказал, да, я понимаю, поэтому я и вам говорю, я ему сказал, не надо меня спрашивать о вашем предназначении, вы должны сами его узнать. Он говорит, ну, почему вот я не должен спрашивать? Я говорю, хорошо. Вы первый раз, вы не поняли с работой, давайте второй раз попытайтесь понять. Я говорю, вы женаты? Он говорит, нет. А девушка рядом сидит, я говорю, а вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, вы будете мужем и женой. Они посмотрели друг на друга, и парень говорит, а мне она не нравится. Я говорю, в смысле? Ну, в смысле, не нравится, но я же сказал, что вот так. Он говорит, вы можете ошибаться. Я говорю, тогда зачем меня мучить этими вопросами? Вы должны сами найти себе жену, и сами должны понять, чем вам заниматься в жизни. Это будет честно и правильно. Потому что очень близкое к сердцу что-то, не надо спрашивать у других. Этот человек сам себе должен открыть. Это его путь в жизни. Понимаете? Это ваше сердце должно открыться, и тогда вы поймете, чем лучше вам заниматься. Я могу только вас немножко подвести к этому. Предназначение человека находится не в сфере его желаний, нравится или не нравится. Оно находится в сфере его эффективности. Вот когда человек, он чувствует, что он много пользы приносит этой деятельностью, это и есть его предназначение. Причем сам человек может не обязательно понимать себя в этой деятельности сразу. Вот допустим, садитесь, я считаю, что вы не должны бросать свое преподавание пока. Просто разбирайтесь со всем, не меняйте свою деятельность, изучайте все дальше. Но при этом можете как хобби делать вторую деятельность тоже. Развивайтесь как личность, придет время, и вы четко поймете, что вам делать в жизни. Я вам расскажу немножко историю про себя. Я занимался лечением. В четвертом курсе уже я пытался лечить людей в палатах в свободное время. Приходил в палаты больничные и помогал всем, кто согласен, что я им буду помогать. Один мужчина такого же природы, как я, он ученый, он говорит, ну давай, что ты там будешь делать? Я говорю, точки массировать. Он говорит, ну меня помассируй. Начал ему нажимать точки разные, пытаться его лечить. Рассказывал ему, как ему надо жить, что делать, чтобы вылечиться, быть здоровым. Он послушал меня, послушал и говорит, ты знаешь, тебе лучше не точки нажимать, а лекции читать. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что вот когда ты говоришь, это очень убедительно и хочется это делать, то, что ты говоришь. Я говорю, ну я боюсь лекции читать. Я же еще молодой. Он говорит, ничего страшного, мы тебя организуем. Он говорит, я как бы старший научный сотрудник в институте, там есть институт подшипников в Самаре, они изучают, как работают подшипники. И он, короче, пригласил, у него там человек 30 подчинений, такие все серьезные люди, уже с высшим образованием, они в научно-исследовательском институте работают. И мне там 23 года, я студент 4-5 курса, страшно, очень. Мне подкашиваются ноги, я перед ними встал, надо было читать лекцию. Вот, у меня рот не открывается, боюсь, что-либо сказать. И он мне начал помогать, он мне начал вопросы задавать сначала, и он меня раскочегарил. Через 40 минут я так понесло, что он мне говорит, ну, говорит, уже пора заканчивать, что время вышло, нам надо расходиться. Ну, и так начал читать лекции, это было уже сколько, 28 лет назад. И сразу понесло, 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 и как бы вот, это означает предназначение. Когда человек начинает своим делом заниматься, то у него так это действует, что он становится эффективным для других. Потом я маме рассказал, когда своей, она говорит, да ничего удивительного, говорит, я, когда тебе было 3 года, мы с тобой ждали на остановке автобус. Это такой маленький городок был, в котором я родился, металлургический город Серов, это в Свердловской области, на Урале. Вот, и она меня поставила на телегу, там телега стояла, и я начал рассказывать стихи, пока все ждали автобус. Целый час я рассказывал стихи, меня окружили все, кто ждали автобуса, слушали стихи. Мне было 3 года, я рассказывал одно за другим стихотворением. Ну, то есть, видите, уже в 3 года было понятно, что вот это должен делать человек. Но мне не было понятно в 24, мне подсказал человек. Часто бывают люди подсказывают, которые видят, где мы эффективнее, где мы больше приносим пользы. От этого надо отталкиваться, а не от того, что мне нравится. Мы можем не знать, что мне нравится, может не раскрыться это внутри. Но вот эффективность, предназначение человека, это то, что делает его человеком. Именно предназначение дает нам возможность и животным рождаться. Это та сфера разума, которым бескорыстную природу. Когда, допустим, человек имеет бескорыстие в какой-то сфере, это признак его предназначения. Допустим, мне не нравится кормить людей, но нравится лечить. Я могу, допустим, бескорыстно лечить. Но кормить бескорыстно мне тяжелее. Видите, это предназначение, сфера предназначения вот туда пошла, значит. Ну так, просто для размышления. Дальше ваш вопрос. То есть, если вы меня спрашиваете, какое у меня предназначение, это вопрос бестолковый. Вы лучше спрашивайте, пытайтесь как-то так спросить, чтобы я вам больше раскрыл эту тему, чтобы вы лучше ее поняли. Но за вас решать вопрос, какое у вас предназначение, я не буду. Потому что это и есть то, что вы должны сделать сами. Так же, как пытаться за вас найти вам близкого человека в жизни. Это безумие. Хорошо, ваш вопрос. Да? Спасибо. Мои родственники боятся то, что я себя растеряю. Что это значит? Я постоянно занимаюсь саморазвитием. Меня привлекают проекты личностного роста, самосовершенствования. Я думаю, что я должна развиваться в сфере знаний. Да, нормально, мне нравится все, что вы говорите. Женщина по своей природе склонна к познаниям всегда. И она всегда движется к знанию туда, где ей интересно. Ей все равно, последовательно это или нет. Вот ей что-то понравилось, она там хочет слушать. Потом еще что-то понравилось, там хочет слушать. Когда она все это объединяется, потом это дает возможность ей воспитывать детей. Когда она воспитывает детей, все, что она услышала, поняла, она все передает своим детям, своему ребенку. Вот поэтому женщина должна в разных сферах быть осведомленной. И у вас, как бы, вот этот процесс познания, он очень правильный. Это хорошо. Спасибо. Может быть, это как раз и есть ваше предназначение, давать людям знания и изучать, как правильно. Возможно, по крайней мере, я в это верю. Они боятся, что я в какой-то в одной сфере себя не реализую. То есть вопрос, тебе уже 25 лет, ты не можешь найти, чем бы ты занималась всю жизнь. Ну, это неправильное мышление. Женщине сколько угодно лет, она не должна пытаться себя в плуг какой-то впихнуть и пойти пахать. То есть она должна зацепить на крючок себе мужика. Замужем, нет? Мы вместе живем. Значит, замужем. Значит, замужем. То есть просто есть разные стадии развития семьи. Когда люди говорят, мы вместе живем, значит, у них не развитая семья, они недостаточно развиты нравственно, чтобы понять, как правильно вместе жить. Надо просто развиваться, и ваша совместная жизнь приведет к тому, что вы распишетесь. Еще больше развиваться будете у вас, будет венчание уже. Ну, вот это и есть то, что надо. То есть вы замужем сейчас развиваете свою семью, в это вкладываетесь. Познавайте правильно, тащите за уши мужа, который вы должны мужем называть, а не вместе. Я ее называю. Отлично. Вот и развивайтесь, придет время, у вас сундамент окрепнет, ваших отношений, и дальше уже можно то там поработать, то здесь, где хотите. Если где-то понравится, может больше там работать. Подскажите еще, пожалуйста. Я чувствую, что должна быть ближе к детям. Мне это интересно, мне хочется. Конечно, вот это и есть женская природа. Быть ближе к детям, быть ближе к заботе, быть ближе к больным, ближе к собачкам, ближе к природе, ближе к огороду. Каждая женщина свое. Нормально? Это вот к чему вас тянет, там и ваше предназначение, это социальная деятельность, о чем мы говорим. Есть один момент, то что у меня нет образования, точнее у меня четыре неоконченных института. Четыре неоконченных института. То, что женская природа. Начала, не понравилось, бросила следующие. Ничего страшного. Начните где-нибудь работать с детьми, понравится, вас оставят. То есть я имею в виду, люди смогут мне доверять, обычно же доверяют, когда... Ну, в зависимости от людей, люди же разные бывают. Некоторые доверяют человеку, которому интересно что-то делать, неважно, какое у него образование. Он быстро выучивается в этом направлении. Хорошо, спасибо. Поднимите руку, кто вас спрашивал, когда вы устраивались на работу, кто показывал свой аттестат, оценки. Оценки, вот как вы выучились. Ну, несколько человек, да? Вот. В основном просто вы говорите, какая специальность у вас, и все. И дальше... То есть не важно качество вашей учебы, правда? Важно, что вы за человек. На вас смотрят, и вас берут просто по качествам вашей личности. Точно так же и здесь. Аттестат тоже не может быть сильно важным. Важно, кто вы. Для того хорошего работодателя важно, что вы за человек. Хорошо, вы подтвердили мое убеждение. Спасибо. Подтвердили мое убеждение. Конечно. Спасибо. Конечно. Я, допустим, не учился читать лекции. Есть люди, которые учатся читать лекции, но у них все равно ничего не получается. Понимаете? Или я учился, я занимался бальными танцами. Учился, учился танцевать. Учился там. И пришел один молодой человек, и он за месяц лучше стал танцевать, чем я. Учился несколько лет. Почему? Потому что это его природа. У него это легко получается. Вот и все. Я начал читать лекции, и сразу много людей стало приходить на лекции. То есть, не обязательно показывать, подтверждать, что ты имеешь на это право, там какие-то дипломы. Просто у человека получается, и все. Этого достаточно. Потому что человек мог учиться этому много жизней до этого. Все способности передаются из жизни в жизнь. Мы знаем там Моцарт и так далее, там уже с детского возраста несколько лет человеку, и он уже становится виртуозом. Это значит, что с прошлой жизни уже заложены способности. Дальше вопрос. Ваш вопрос на первом ряду. Да? Здравствуйте. Я вчера слышала на лекции... Ближе микрофончик всегда. Вы сказали на лекции вчера, что когда внешняя деятельность усиливается, то это выходит, ну, периоды накопленных, что-то там не доделали из прошлого. Тогда вот внешняя деятельность очень активная. Период такой. И вот мой вопрос связан. Это пройдет, или это все-таки как мужской принцип? Вы замужем? Смотрите, у женщины стремление к деятельности означает стремление к отношениям. Сейчас, понимаете, сейчас так мир устроен, что негде общаться. Вот где женщины общаться? Три слоя жизни. В невежественном слое. Где женщины общаются? В кабаках они общаются. На дискотеках, кабаках, там, где люди развлекаются. В невежественном слое женщина создает отношения во время развлечения. Когда женщина находится в страстном слое жизни, у нее какие-то мечты в жизни, она хочет стабильности, денег, то где ей общаться тогда? Где ей строить отношения? На работе. Поэтому она стремится к работе. Почему она хочет на работу? Потому что там среда, в которой она создает отношения. Когда женщина в благости находится, где она отношения строит? В храме какой-то духовной организации, там, на различных тренингах, программах духовного, личностного роста, она строит отношения в среде, где люди работают над собой. Там, где женщина строит отношения, там она находит близкого человека себе. Соответственно, на работе отношения в страсти рождаются, в кабаке, в невежестве. И на лекциях доктора Тарсунова в благости. Поэтому мы открываем клуб благости, чтобы люди встречались, общались, создавали семьи, фестиваль благости, чтобы там знакомились. Ну, то есть, когда люди знакомятся, создают отношения на почве и развитие, это самое лучшее. Но не отменяется при этом желание ваше больше заниматься деятельностью какой-то. не отменяется. Потому что его восприятие мира человека меняется очень медленно. Из страсти в благость переходить долго можно. А жить надо прямо сейчас. Самое главное, поймите, что не цель работать, а цель любить, дружить, заботиться на работе за всех. Это то, что вы должны делать. Понимаете? На работе надо создавать отношения. Тогда ваша жизнь удастся. Если женщина сидит дома, и говорит, Олег Геннадьевич сказал сидеть дома, чтобы выйти замуж. Ну и кто там вас увидит дома-то? Мужик с неба не сваливается же. Его надо встретить где-то. То есть, женщина должна быть социально активной. Если она в страсти находится, она значит, какая ее социальная активность будет? Это работа. Невежество и какая у нее будет социальная активность? Пойдет в ресторан благости, пойдет в храм. Но если она дома сидит, замуж выйти невозможно. Понятно? То есть, результат вашей деятельности должен быть однозначным. Это замужество. А если вы погружаетесь все больше в саму работу, и никому глазки не строите, ни с кем не общаетесь, не знакомитесь, значит, вы просто зря проживаете свою жизнь. Это не принесет вам пользу. Поэтому девушки все на работе какие? Красивые, привлекательные, сговаривают хорошо со всеми, создают о себе впечатление. Когда замуж вышла, уже все, она уже впечатление дома создает о себе. На работу просто приходит поработать, спокойненько, скромненько становится. Поработала, ушла, все. А когда она еще не замужем, она становится очень влиятельной, активной. Показывает всем себя. Вот она я, красивая. Понятно? Дальше вопрос. Сзади вон вопрос есть. Вон, поднимите еще раз руку, он не заметит. Ну, выспроси. Олег Геннадьевич, вы меня вчера, когда подписывали книжку, ввели вот в ступор вообще. Я пришла на лекцию, уже много лет слушаю ваши лекции. Я четко знаю свое предназначение. Я так думала. Какое у вас предназначение? Ой. Ну, ничего, ничего. Я работаю с людьми, приношу людям радость, делаю их красивыми, делаю их счастливыми. У меня производство одежды. Это было мое хобби с детства. С четырех лет за машинкой. А я что сказал? А вы сказали, вам нужно читать лекции. Я в шоке. Ну, нормально, вы продолжаете делать одежды, все хорошо, не надо ничего менять. Нет, я хотела вам задать вопрос вот до вчерашнего дня. Стоит ли мне, ну, как получается, мое хобби... Ни в коем случае бросать вашу работу не надо. Да и не собираюсь. Это мое любимое дело. Я получаю огромное удовольствие. Да, да, все. И с общениями с людьми. И вот все, вот это как. Я просто неправильно выразил свою мысль. Да? Конечно. Вот смотрите. Вот еще... Ваша деятельность для чего вам нужна? Вы отношения с людьми строите, правда? Да. Вам хочется, чтобы они были счастливыми, общаетесь с ними там. Они все потом становятся моими друзьями, и мы общаемся вот на уровне сердечного. сердечного. Вы первой категорией. Это означает читать лекции, только по-своему. То есть вы не лекции читаете. Я делюсь еще вашими знаниями. Вот об этом и речь. Вот об этом и речь. Это просто по-другому оформлено в вашей жизни. Садитесь, я вам сейчас все объясню. Садитесь. Вот смотрите. Это хороший вопрос, он раскрывает тему. Допустим, есть сфера деятельности. Допустим, ваша сфера деятельности – это красота, это творчество. То есть вы там находитесь, как рыба в воде. Я, допустим, моя сфера деятельности – это врач. Ну, смотрите, давайте возьмем, допустим, врача. Один врач занимается тем, что он просто любит лечить. Это четвертая категория. Второй врач, он лечит, но цель – он продает лекарства. У него сетевой маркетинг. Он, допустим, там Гербалаев продает. Конечно, он тоже хочет, чтобы люди выздоравливали, но его очень интересует, чтобы это все развивалось и принесло большие деньги. Понимаете, это тоже врач, но у него другая природа. Третий врач – тоже врач, но он при этом возглавляет больницу. Он руководит процессом. Лечение. Он хочет, чтобы люди вылечились тоже, но он занимается организацией. И четвертый врач читает лекции по здоровому образу жизни. Тоже врач. Понимаете, то есть вы неправильно меня поняли. Сама сфера деятельности, она не связана с предназначением. Допустим, ваша сфера деятельности – это красота. Допустим, шить одежду – это сфера деятельности. Но как вы себя будете проявлять в этой сфере деятельности является вашим предназначением. Как вы себя там проявляете? Вы знакомитесь с людьми, даете им знания, любите их, заботитесь о них. Так? Это первая категория. И еще дальше. Вот получается, развитие у меня, могу ли я стать хорошим руководителем? Вот еще вот этот меня беспокоит. Потому что мне уже сейчас нужна помощь. помощь. Вот именно, что когда человек сам преподаватель… Вокруг меня очень много людей, и я не справляюсь. Да, когда человек сам преподаватель по природе, он может руководить тоже, у него есть способности руководить. Я уже говорил, второй светофорчик работает. Но это не основная его деятельность. Поэтому как вы можете действовать? Вы можете стать человеком, который следит за процессом. Я еще их обучаю. Вот именно. То есть вы можете набрать себе команду руководителей и стать над ними. Просто советовать. Вы как советчик работаете. Вы советуете им, как правильно делать, следите за ними, наказывайте. Вы при этом становитесь выше их, но руководством самим занимаются они, а не вы. И вы тогда точно уже правильное положение займете. Только еще наказывать не умею. А? Наказывать не умею. Так вы по природе преподаватель, поэтому не умеете. Пускай они наказывают. Скажите, накажи вот этого, он накажет. Ясно. Уже не надо наказывать. Вы преподаватель. Вам не надо казнить. Вы говорите, я рекомендую его казнить. Если человек рукой по природе, а понял, все, раз казнил. Спасибо большое. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Пример достаточно такой абстрактный. Ну, что, если человек, например, с одной стороны какой-то одной категории, например, хорошо умеет делать деньги, так сказать, и при этом он очень хороший руководитель, одновременно очень хороший руководитель и очень хорошо умеет делать деньги. Во-первых, возможно ли такая ситуация, во-вторых, как вы определите такой ситуации, если она возможна, какой категории он все же принадлежит в основном? Ну, само по себе возможность делать деньги или зарабатывать большие деньги идет от развития человека. То есть, если человек развитый, то он может быть хорошим руководителем и при этом у него будут деньги. Вопрос, как он к этому относится, если руководитель больше думает не о торговле, допустим, а о людях, о том, чтобы процесс все протекал хорошо, правильно, ну, он следит за порядком, он думает о том, чтобы все было правильно там и так далее, то это руководитель. А если человек не следит сильно за порядком, главное, быстрее деньги делать, он больше заинтересован в прибыли, а не в организации процесса, то тогда он бизнесмен по природе. Нет, а если человек, например, схитрить может, но при этом хочет останавливать свои законы как руководитель, хочет как бы быть, главным, но при этом может иногда и схитрить, там, пожатничество. Ты про свою папу говоришь? Да нет, это абстрактный достаточно пример. Хорошо, если это абстрактный пример, тогда я тебе отвечу. Если руководитель хочет хитрить, то он будет разрушать свою возможность руководить, потому что у руководителя его сила это его репутация. Если руководитель теряет репутацию, то он разрушает отношения с людьми, люди перестают подчиняться ему, поэтому хитрить для него опасно, он должен действовать по правилам, которые прописаны в законах. Что касается предпринимателя, то ему наоборот хорошо хитрить, потому что люди его уважают за его предпринимательские способности, за его способность быть успешным, поэтому они понимая, с пониманием отнесутся к этому, они не относятся к нему как к старшему, он для них просто источник возможности развиваться и все. Поэтому если этот человек руководитель по природе хитря, он разрушает себя, а если он предприниматель, то он может это делать. Надо понять, как устроен процесс, надо понять, чем человек занимается, руководя людьми. Руководить людьми может и предприниматель, и руководитель. Они по-разному руководят. Предприниматель заинтересовывает людей, а руководитель руководит ими, командует, подчиняет себе. Спасибо, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вопрос по всей лекции сегодняшней. Начиная, сейчас формулирую. Три год назад взял ипотеку, в тот момент у меня был, хорошо слышно меня? Да, хорошо слышно. Три год назад взял ипотеку, тогда хорошо зарабатывал, в мыслях не было, что дальше все пойдет хуже. Ну и с тех пор как-то потерял работу, ту, на которой работал, и пошло как-то, как будто я работаю на одну ипотеку, то есть как не тыкаюсь, мыкаюсь, свыше что-то лучше обеспечить не получается. И вопрос заключается в том, если такой груз висит, и он еще будет неизвестно, сколько висеть, по договору 17 лет, стоит ли отказаться от этого и продать и этот груз снять или лбом долбиться дальше в эти двери. Конечно, долбиться лбом и раздолбать себе лоб, зато погибнете как герой. Вы же хотите быть героем, правда? Нет, а вот допустим, если кредит у банков, у меня этого такого нет, но те люди, которые не платят банкам, они берут на себя плохую карму. Можно ли кидать так, грубо говоря? Вы хотите, чтобы меня запретили читать лекции за то, что я нарушаю законы, что вы как бы меня сейчас подстрекаете? Не, ну карму-то берут или нет, это не со стороны. Если говорить с точки зрения как бы кармы, то все зависит от того, что происходит. Если банк грабит человека, то если у вас есть возможность сделать так, чтобы вас не грабили, то хорошо, в этом нет проблем, а если у вас нет такой возможности, то вы просто попадете под уголовное дело и не сможете доказать прокурору, что вы нравственно чистый человек. Он скажет, ну сидите в тюрьме нравственно чистый нам тоже нужны в тюрьме. Не все же должны быть нравственно грязные в тюрьме, там хорошие люди тоже должны быть. Понимаете, ведь вопрос стоит не в том, как я воспринимаю эту ситуацию, как государство ее воспринимает, сможет ли оно вас простить в этом плане. Что касается ситуации, то конечно лучше из нее выйти, тем более по вашей судьбе видно, что вот в этом настроении зарабатывать деньги, творческий потенциал у человека не открывается. Как личность он не развивается, поэтому ждать, что у вас будут возможность больше зарабатывать иллюзия. Для вас самое лучшее это сделать по нулям, сделать апгрейд своей судьбы, расквитаться с долгами, все продать так, чтобы было по нулям, не минус, а по нулям хотя бы. И начать жить заново, спокойно жить, не желать больше, чем положено и развиваться потихоньку. Так рекомендуют веды. Они говорят, если у тебя есть возможность выплатить что-то в месяц-два, можешь взять такой кредит, но если ты берешь кредит на больше, на несколько лет, ты совершаешь безумный поступок, потому что ты не знаешь своего будущего, ты не знаешь, как будет будущее твое развиваться, может ты заболеешь в это время, если ты будешь работать в это время, вообще помрешь, потому что когда человек болеет, ему надо лечиться, а не работать. Вот, может быть, ты должен чем-то другим будешь заниматься, а это требует тоже развития, человек меняет деятельность, у него нет денег какое-то время, потом появляются, вкладываются в производство сначала, допустим, и так далее. Ну, то есть, есть много причин, когда у человека какое-то время может не быть денег, а потом они уже пойдут. Банк заставляет тебя постоянно отдавать деньги, ты становишься как раб лампы. Вот эта жадность, то, что уже три года вроде платил и получается впустую все это время. Вот жадность разгубила, вы же знаете. Да, да, да. И вот не могу от сердца оторвать вот это, надо это сделать, вот этот шаг уже покончить с этим. Сейчас я вам расскажу. Вы меня уже успокоили. Знаете, есть такая индийская мудрость, есть такой вид насекомых, называют скорпионы. Они очень завистливые, они жалят, те, кто находятся рядом, наступают на них, ядовитым ядом жалят. Есть такие люди, которые этот яд собирают скорпионов. Знаете, когда они яд скорпионов собирают, скорпионов вместе, они не закрывают в банке их. Они просто несколько скорпионов берут и садят в одно место рядом. И дальше они никуда не расползаются. Знаете, по какой причине? по той причине, что если один скорпион куда-то лезет, уползает, его остальные тянут назад. Почему? Ну, чтоб, типа, ты что, как бы, лучше других, что ли? Сиди в банке вместе со всеми. Понятная система, да? Банка не закрывается, потому что скорпионы, вот куча скорпионов, они не дают никому вылезти из банки. Точно так же действует наше желание. Вот этот пример связан с желанием. Желание человека, они разрушают судьбу, потому что они не пускают, не пускают судьбу к жизни. Они говорят, лучше мы себя разрушим, но, а может быть, я выплачу ипотеку. Понимаете? Спасибо. Если человек так думает, то он разрушает свою жизнь. Знаете, что есть шесть врагов человека, которые разрушают жизнь, и они все основываются на наших желаниях. Первый враг человека называется неправильное представление о любви или желание наслаждаться другим человеком. Этот враг человека разрушает семью. Когда человек влюбляется в кого-то, он забывает про своих детей, про свою семью, перестает их чувствовать родственниками, и вот это увлечение другим человеком разрушает всю его жизнь. Он теряет семью, жену, все теряет в жизни и уходит просто к другому человеку. И потом он не может объяснить себе, зачем он так сделал. Но единственный выход из этого это оторваться от желания, от влюбленности оторваться и вернуться назад к семье, к жене. Это единственный выход победить ситуацию, потому что враг действует через ваше собственное желание. Вторым врагом человека является жадность. Именно этот враг человека вас погубил. Он заставил вас держит сейчас возле себя в виде мечты. Он говорит вам а вдруг выплатишь? А вдруг будешь много зарабатывать? И вы таким образом просто зря живете, потому что банк же берет у вас не сумму ипотеки, а в два раза больше, и вы просто деньги выбрасываете на ветер каждый день в своей жизни. Третий враг человека гнев. Когда человек гневается, он может разрушить отношения. Гнев может разрушить также семью, когда человек в сердцах начинает грубить, злиться, драться там и так далее. Человек просто один раз разгневавшись может потерять работу и так далее. Гнев это сила. Или человек постоянно ненавидит свое правительство, допустим, не любит кого-то другого и таким образом разрушает себе жизнь. Всегда гнев заставляет человека оправдывать себя и ругать того, на кого он гневается. Таким образом гнев держит человека в своих объятиях и разрушает его жизнь. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия означает, что человек выпивает, употребляет наркотики, хочет забыться и разрушает свою жизнь. Это враг человека. Враг означает разрушитель. Жизнь человека, который попадает под влияние этого врага, несомненно, будет разрушена. Дальше. Следующий враг человека это зависть. Когда человек кому-то завидует, он таким образом теряет все в своей жизни. Допустим, тот, кто завидует высокому положению, никогда не будет иметь высокое положение. Когда старший видит в глазах кого-то зависть, они никогда его не дадут ему власть. Сто процентов. Последний враг человека это безумие. Безумие это результат прошлых поступков. Когда человек в прошлом кого-то убивает, насилует, то в следующей жизни он получает, может получить психическое заболевание, неспособность адекватно воспринимать то, что происходит. Меня попросили еще раз сделать объявление, что у нас есть систематическое образование по ведам, большой ведический практику, можно в интернете найти эти курсы и записаться. Там много преподавателей, личное общение, все на ваши вопросы там ответят. Второе объявление это то, что у меня есть книги, в том числе предназначение человека, есть книги развития разума, там говорится о предназначении человека, также тема есть, раскрытие вот этих вот вещей. какие Спасибо. У нее страх сделать что-то неправильно? Да. Ну вот первый тип как раз. Второго типа вообще ничего не боятся. Сначала делают, потом думают, правильно или нет. Третьего типа тоже не боятся, они хитрят все время, юлят. А четвертого типа они погружены в какое-то творчество. Страх означает разум. Человек пытается понять как правильно. Нормально? Страх проходит в результате изменения атмосферы в семье. Больше духовности, меньше страха. Нужно чтобы в вашей жизни было больше Бога. Страх означает не хватает энергии счастья. Не хватает силы. Второй вопрос про мое предназначение. Отучилась на пищевое производство, проработала много лет на хлебозаводе и вдруг в один прекрасный момент поймала, что я люблю и хочу общаться с людьми. Это все одно и то же. Я ищу себя, но может быть вы какое-то направлено. Это все одно и то же. Это означает третий тип. Пищевое производство там, все это одно и то же. Торговать продуктами, общаться с людьми, все это одно и то же означает предпринимательская деятельность. Торговля, общение, все это одно и то же. Просто найдите специфику своей работы, как врач, допустим, тот, кто швет одежды, тот, кто лечит. Найдите саму специфику, вы об этом сейчас говорите. Да. А там все равно вы будете действовать как человек, который объединяет вокруг себя людей с целью каких-то излечения прибыли. Ну я уже это поняла, но я вот не могу пока найти. Ну ищите. Спасибо. Что думаете, я за вас найду? Я жизнь за вас прожить не смогу, мои хорошие. Я могу только помочь вам это сделать. Ваш вопрос, да? Какому типу принадлежит мой ребенок? Он у меня лентяй праздный. То есть он не хочет учиться. Хороший вопрос. Он совершенно не хочет учиться, понимаете? Замечательно. Вот он в пятом классе. Отличный вопрос. И я совершенно не знаю, что тебе делать. Спасибо. Вы мне пять раз повторите, тогда я услышу вас. Три раза только повторили. Еще два надо. Пытайтесь понять. Смотрите, три слоя жизни. Если люди живут в прошлом, скорбят, ругаются, у них негатив в основном в отношениях, то дети живут в лене. Потому что невежественный слой не дает энтузиазму человеку в жизни. Он его разрушает. Поэтому нужно менять слой жизни в семье. То есть нужно развивать духовность в семье, увеличивать энергию духовного счастья. Понимаете, когда очень мало духовного счастья в семье, разруха в отношениях, невежество, депрессия, злоба, отчаяние, обиды. Почему? Не хватает энергии Бога, божественной силы не хватает в семье. Нет молитвы, нет природы, нет людей, нет отношений. Мы не служим людям, не приглашаем, не заботимся о них. Нам в гости не ходят, мы одинокие. Мы не ходим в храм, некогда, работа. И мы не ходим на природу, не бегаем, не прыгаем, не любим природу, не заботимся о деревцах. Ничем таким не занимаемся, потому что мы смотрим телевизор. Если люди не получают энергию Бога никак, у них депрессивная атмосфера в доме, ругань, скадала, обиды. Дети ленятся, у них нет сил жить, они в лене живут. Дети не виноваты, виновата атмосфера, потому что маленький ребенок, у него нет разума самого получать энергию откуда-то. Вот допустим, если я встаю и рано утром с постели, все спят. Несколько вариантов поведения. Если я ребенок, я лягу спать. Почему? Потому что у меня нет сил для того, чтобы противостоять атмосфере. Если я развитый человек, я пойду молиться. Почему? Потому что у меня есть силы противостоять атмосфере. А если я развит средне, тогда, может быть, я лягу спать, а может быть, пойду молиться. Почему? Потому что иногда у меня хватит сил, а у меня нет. У ребенка вариантов нет. Он будет лениться, потому что атмосфера депрессивная вокруг него. Второй тип атмосферы – это атмосфера, в которой люди сильно увлечены зарабатыванием денег, и они не думают ни о себе, ни о семье, они думают только о деньгах. Они много работают, мало общаются друг с другом, смотрят телевизор вместе и увлечены в свои хобби каждый. Как будут вести себя дети в этой атмосфере? Это страстная атмосфера. Такие дети будут увлекаться компьютерными играми, больше будут склонны к тому, чтобы заниматься чем-то своим, учиться тоже не сильно будут. Будут обманывать. Чуть-чуть выучил уроки и пошел в компьютер играть. Понимаете? Тоже не очень хороший результат. И то, когда атмосфера благостная, когда люди работают над собой, молятся, ведут правильный образ жизни, даже хотя бы один человек в семье так себя ведет, вся атмосфера меняется. Потому что солнце, когда восходит на горизонте, тьма рассеивается, и дети становятся более эстуизистичными со временем. А вот еще можно вопрос? Ребенку тоже надо молиться? Ну, желательно, да, его тоже? А вот смотрите, вот это как раз вопрос указывает на неправильное мышление. Когда человек начинает работать над собой, и он еще не в благости находится, ему кажется, что его цель поменять вокруг себя атмосферу. Ну, то есть поменять людей вокруг себя, его цель. Называется фанатизм. Какой человек становится фанатиком. Он хочет всех мучить вокруг себя. Надо понять, что благость означает, что я сам делаю то, что надо, а все остальные вдохновляются в результате того, что я делаю правильно. Я солнышком становлюсь, солнышком, понимаете? Я действую, вдохновляю всех. Они меняются. Надо ли ребенку молиться или нет, он сам решит. Сам вдохновится и начнет молиться. Вы покажите примеры. Начните жить правильно. С себя начните. Спасибо. В небе колышется дождь молодой. Ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет. За далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там, тарам, там, тарам. Видите, каждый человек хочет понять, что его ждет, чем ему заниматься, как ему жить, что делать. Но это понимание, оно идет через понимание своей вечной природы. Самое главное понять, чего нам не хватает в этой жизни, это сил. Нам не хватает сил. Ребенку не хватает душевных сил. Вам не хватает душевных сил, чтобы его занять. И почему не хватает? Потому что мы очень сильно надеемся, верим себе. Мы так молоды мы были, так искренне любили, так верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже растеряли, постарайся себя не терять. Понимаете? То есть все вопросы на одну и ту же тему. Где взять силы? Понимаете? То есть ваш вопрос, где взять силы вдохновить ребенка? Силы берутся из понимания, что я не источник энергии. Я должен научиться перестроиться, переключиться на служение, на служение высшей истине. Когда человек бегает, занимается зарядкой на природе, он получает силы от природы. Когда человек служит людям, заботится о людях, он получает силы от людей. Когда человек служит Богу, думает о Боге, получает силы от Бога. Понимаете? Когда человек просто думает, что мне делать, как мне быть, я несчастный, дайте мне силы, он ничего не получает. Нужно начать действовать. Деятельность разума означает действие, силы. Бескорыстие. Чтобы счастливым быть в любые дни, Свою любовь беречь мы так с тобой должны, Чтобы не только нас с тобой вдвоем, Чтоб грела всех она своим теплом, Своей любовью мир весь обними, Чтобы счастливым быть в любые дни. Видите, здесь говорится о том, что человек должен поменять направленность в своей жизни. Он должен начать служить людям, чтобы счастливым быть в любые дни. Допустим, вы мне задали вопрос, Олег Геннадьевич, мой ребенок ленивый. Это факт, что это очень сильно большая проблема. Я не против этого. Я согласен с вами. Вот смотрите, я сейчас говорю о мышлении. Вот смотрите, есть мышление, приводящее к поражению. Всегда. И оно всегда работает одинаково. Вот смотрите, у меня болит печень. Что я буду делать? Лечить печень. Что это значит? Это значит, что я буду бесполезной деятельностью заниматься. Потому что печень болит. Потому что она стала результатом неправильной жизни всего человека. И печень – это просто мишень этой неправильной жизни. Печень является результатом жизни, а не причиной страдания. Когда меня мучает муж, допустим, или жена, что я буду делать? Печень может сопротивляться мужу или жене. Печень может быть правильно, потому что вас мучает лень ребенка. Это замкнутый круг. Вы сосредоточены на ребенке, на его лени. Это значит, что вы не получаете энергию откуда-то, а вы ее тратите на своего ребенка. У вас и так ее нет. В результате замкнутый круг получается. Мне попу и иголочку воткнули. Я думаю об иголочке. Иголочка думает обо мне. Я замыкаюсь, и все. То есть нет выхода. Жена уходит из дома. Я пытаюсь ее вернуть. Она говорит, вот видишь, ты от меня зависишь. Ты хуже, чем я. Я ухожу. Я не возвращаю. Она говорит, ну вот видишь, ты же сам хочешь, чтобы я ушла. Вот я и ухожу. То есть замкнутый круг. Когда мы сосредотачиваемся на объекте страдания, то человек в этом случае становится просто зомби. Он не может решить проблему. Единственный способ решить проблему, любую. Это система понимает, любую проблему. Допустим, если у меня лишний вес, я хочу худеть. Это система. Если ты хочешь похудеть, значит будешь толстеть. Точно, конечно. Почему? Потому что ты в это время о чем думаешь? О еде. Если думаешь о еде, значит будешь есть. Жена уходит из дома. Ты думаешь о том, что жена уходит из дома, значит что будет происходить? Жена будет уходить из дома. Понимаете? Или нет? Все это вместе описывается одним анекдотом про ковбоя. Я его каждый раз рассказываю. Один ковбой, его поймали индейцы. Привязали к дереву и забыли про него. Но забыли и слава Богу. Они там танцуют между собой. А он мечется, говорит. Неужели конец? Неужели конец? Ну что же такое, а? Проходит час, другой, они вообще про него забыли. Уже танцуют, там занимаются такими-то ритуалами своими. И он замучил всех. И внутренний голос свой замучил. Он говорит внутреннюю гору. Ну неужели конец? Внутренний голос. Он говорит, нет, не конец. А когда конец? Он говорит, ну хорошо. Видишь, вон тот с самыми большими перьями. Крикни, позови его. Крикнул, позвал. Теперь плюнь ему в лицо. Плюнул. Ну вот теперь конец. Мы так и делаем. Вот жена уходит из дома. Что мы делаем? Больше ее долбаем. Она, результат у нее нет выхода, она выходит из дома. Болит печень, мы думаем о печени, печень еще больше болит. Ребенок лентяй. Я буду говорить ему о том, что он лентяй. Он становится еще большим лентяем, потому что он погружается в это. Начинает отождествовать себя с тем, что он лентяй. И так далее. Что это мышление означает? Это мышление означает замкнутое пространство. Знаете, у меня такой интересный феномен был в жизни. Я когда жил в одном частном доме, там он старый, много дырочек всяких. И много мышей было в доме. Постоянно мыши. А я не хочу приносить кому-то страданий. Я нашел мышеловку, ну такой домик, в который просто мышка забегает. И там, как бы, находит свой сыр. И дверка закрывается, она не может выбежать. И я ее потом беру и выношу на улицу и отпускаю. Дарю ей весь мир. Весь мир дарю ей. Понимаете? Мышки. Что смешного? Вот вы не поняли ситуацию. Сейчас вам объясню. Проблема заключается в том, что часто я мышек не доносил. Потому что они от страха входили в такой стресс, что они покрывались все вот этой мокрой, стали мокрыми, тряслись. И потом я, когда шел мимо этого въезда, видел, что мышка, она уже того, от стресса загнулась. Понимаете? То есть я ей хотел подарить весь мир. А она, она как бы не поняла вообще, не оценила мою доброту. Понимаете? Потому что она думала о другом в это время. Думала о том, что ее прибьют. Вот, мои хорошие, я об этом сейчас говорю. Понимаете? Что благостное мышление означает в молитве оторваться от ситуации. Если человек не может в молитве оторваться от ситуации, он победить свою судьбу не может. И поэтому мы с вами сейчас будем тренироваться. Как вчера. У нас осталось всего 10 минут лекции. Все сели прямо. Немножко сейчас анализа. Поднимите руку, кто вчера все-таки засыпал во время «Я желаю всем счастья». Не мог сосредоточиться. Есть такие люди? Все сосредоточенные были? Вы, да? Микрофончик сюда. Давайте микрофончик. Мы вчера с вами не пробовали? Вы тренировались? Нет? Давайте. Вот девушка на третьем ряду. Нужен микрофончик. Не, не надо выходить. Здравствуйте. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Вы у нас самая любимая, самая желанная. Можно маленько объясню? Объяснять не надо. Я буду объяснять. Сбивала. Сбивались. Я не засыпала, меня просто сбивал голос. То есть у меня немножко на другой волне, наверное, была, что ли. Вот сейчас мы волну будем отрабатывать. Слушайте внимательно. Как они повторяете вместе с ними? Сбивающие, радуйся невесту, не невестная, чей высшая небесных сил, нетворное сияние. Вот смотрите, я так и думал. Вы понимаете, эмоции не дают включать разум. Допустим, я желаю всем счастья. Вроде бы вы сильно хотите, да, в том счастье пожелать другим. Но проблема заключается в том, что это вы хотите. Вы. А ваше желание, оно исходит от ума, а не от разума. Разум же действует в сфере звука. Это когда вы к их желанию подключаетесь, а не к своему. Поэтому вам не надо сильно хотеть желать всем счастья. Вам надо входить в общую атмосферу и вот сильно в ней себя чувствовать. И тогда вы не заснете. И плакать не будете, потому что эмоции идут от своего участия чрезмерного. А вы просто участвуете в том, чтобы слиться с этим звуком и почувствовать его силу. Вот в этом нужно участие, а не в том, чтобы показать себя пожелания всем счастья. Давайте еще раз. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вы заметили, насколько сильнее ее голос стал, да? Он стал настоящим таким, сильным. Видите, вы правильно начали делать. Вот так у вас не будет сбиваться. Все, мы с вами отработали. Теперь вам надо так делать. У кого еще не получалось, вот там вы не могли сосредоточиться или спали, там еще что-то. Ну, кто поднимет руку, подходите к ним. Я не всегда вижу. Здравствуйте. Зеваю во время пожелания всем счастья. Давайте садитесь, сейчас будем тренироваться. Зеваете означает, разум не включается. Вы не можете настроиться на слушание. Вот сейчас слушайте, повторяйте, как они. Я желаю всем счастья. Со всей силы слушайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Нет, вас очень много. Вас очень много, слушания очень мало. Вы, как они, не повторяете. Вы пытаетесь себе доказать, что вы желаете всем счастья. А надо наполниться их силой, а не своей. И тогда разум заработает. Давайте еще раз. Супер, отлично. Не позволяйте себе взять инициативу. Хорошо? Когда вы возьмете, ум включится, разум выключится. Оставайтесь на этой волне до тех пор, пока вы опору в их звуке не почувствуете. Это первая стадия. А потом вторая, у вас сердце откроется, и тогда вы уже можете от этого своего счастья уже повторять. Но тогда вы точно не заснете. Вы там, когда двигаетесь, не мешаете. Там аккуратнее. Спасибо. Там еще кто-то хотел сказать. У меня то же самое зеваю. Ну, давайте. Вот просто, видите, очень трудно часто людям самому включиться. Нужно, чтобы я помог. Давайте, слушайте и говорите, как вот мы уже пробовали. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видно меня? Видно? Когда меня видно, это ум действует. Когда нет, это разум. Повторяйте вместе с ними. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете, да? Вот когда так со всеми сразу раз и бодрость приходит. Потому что разум, он когда включается, человек не может спать. Запомните, сон это функция разума. Когда разум не работает, он спит. Когда разум работает, человек бодрствует. Ум никогда не спит. Когда разум спит, в уме картинки появляются. Начинаем мечтать там внутри. Разум действует. Он в общую волну попал. Он побеждает судьбу. Ему некогда спать. Но для этого надо слиться с атмосферой вот этого разума. Они поют, молятся, означает разумная деятельность. Деятельность разума. Когда в эту атмосферу входим, тоже у нас деятельность разума. Мы начинаем побеждать судьбу. Когда человек натренировался, он уже сам без посторонней помощи может так действовать. Но пока вы же только начали, нужна помощь. Поэтому мы пытаемся на общую волну настроиться. Услышали, да, как это работает все остальные? Мы через эти примеры всем остальным тоже показали. Вот еще раз смотрите, как я буду настраиваться. Как я погружаюсь в отношения со звуком. И это и есть победоносная сила, меняющая судьбу. Ребенок перестанет быть ленивым. Выйдите замуж, несмотря на то, что потеряли близких людей. Найдете свое предназначение. Если вы будете очищать свое существование с помощью усиления разума и соединения его силой, идущей от Бога. Человек должен стать наполненным, должен стать солнцем. Должен засиять изнутри в результате этой деятельности. Вот смотрите, как это делается. Внимательно на меня смотрите. Я буду сейчас все сильнее и сильнее погружаться в слушание. Вы увидите, как изменяется голос. Разум становится сильнее. Радуйся, невеста, не невестная. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, я все сильнее вслушиваюсь, вхожу в их настроение. И у меня создается в сердце опора на этот звук. Я как бы соединяюсь таким образом с Богом. Понимаете, когда люди молятся, ты опираешься на них, ты начинаешь на Бога опираться, а не на себя. У человека есть два способа только опираться. Или на себя, или на Бога. Когда я подчиняюсь тем, кто занимается духовной практикой, подчиняю себя, я начинаю на Бога опираться. Олег Геннадьевич, можно еще вопрос? Только быстро, сейчас уже надо молиться. У меня вчера было такое ощущение, и сегодня мне не хватает дыхания. Дыхание? Как будто останавливается. Это значит, что надо просто забыть про дыхание. Надо вдыхать сразу, когда хочется вдыхать. Не надо, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья. Нет, я не так часто, но почему-то останавливаюсь. Надо дышать, когда хочешь. Я желаю всем счастья. Можно наполовине. Нет проблем. Когда хочешь, тогда дышите. Договорились? Такое чувство, что бежала, долго бежала. Это значит, волнуетесь сильно, волнуетесь, переволновались. Успокойтесь, слушайте. Не надо волноваться, слушайте просто. Спасибо. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Счастья! Я желаю всем счастья! Счастья! Я желаю всем счастья! Счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Желаю всем счастья! Я 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 желаю всем счастья! Благосердие, Божественного Сына. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания. Найти свое предназначение, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что борис со мной все это время. Всего вам доброго. Спасибо. Что, что? Стоп, стоп, не уходите. Завтра лекция начинается в 4 часа. У вас в билетах указано в 6. 4? У некоторых в 6 указано. 4 завтра лекция начинается. Не приходите к концу. 4 часа, значит, в полчетвертого начинаются ответы на вопросы завтра. Полчетвертого. Не забудьте, пожалуйста. Да, сейчас сначала мы раздаем фрукты, потом цветы, а потом там, вон, на выходе в книжке. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok